Так, дорогая публика, здравствуйте. Я беседую с Алексеем Петровичем Терещуком, он экономист австрийской школы. И вот мы сегодня решили поговорить о том, о чем всегда говорят экономисты, об экономическом росте. Но о чем же еще больше экономистам заботятся, кроме о том, как давать советы, как обеспечить экономический рост. Но, кстати говоря, иногда экономический рост бывает отрицательным. Как-то помнится, Егор Тимуревич Гайдар решил обрадовать, двумя вещами он обрадовал. Что сейчас, говорит, темп роста спада уменьшился. То есть вторая производность стала менее отрицательной. И вторая у него была радость, такая у него тоже была, это то, что наконец-то цены в долларах в России стали расти быстрее, чем в рублях. Вот, наконец-то. Вот так. Вот. Пожалуйста, извините. Да, здравствуйте. Ну, это, наверное, было, видимо, просто такие маяки. Маяки того, что вот мы уже почти на дне, поэтому это уже должно вызывать оптимизм. Да, да, да. Наконец-то мы утонули, да? Все, теперь уже не утонешь второй раз. Ну, если вы на дне, это значит, что вы уже, наконец, твердо стоите на дне, и уже можно, наконец, отпрыгнуть, оттолкнуться от этого дела и улететь. То есть, с той стороны дна постучаются, да, это еще тоже так бывает. Бывают такие телодвижения правительства, что да, можно, оказывается, еще. И еще провалиться можно. Дно бывает тоже не совсем твердо. Да, но в этом плане, конечно, экономический рост – это хорошо, однозначно. Да, причем у каждого человека, в зависимости от его ценностей, разная причина желать экономический рост. Например, есть люди, которые хотят бороться с бедностью, чтобы, например, они или их народ, селение, более-менее жили в достатке. Есть люди, которые хотят экономический рост для того, чтобы увеличить продолжительность жизни, потому что бедность – это основная проблема, которая мешает людям долго и счастливо, комфортно жить. А есть люди, которые говорят, что экономический рост разрушает природу, все больше и больше вовлекается в оборот природных ресурсов, а природа, она ведь, конечно, он какой симпатяга. Да, есть и такие люди. И самое интересное, что это парадокс ситуации, связанной с желанием неэкономической росты, потому что с точки зрения экономики даже этот аргумент не является хоть как-то валидным. Ведь дело в том, что процесс разделения труда, как ни парадоксально, но он приумножает доступные ресурсы. То есть, когда у вас два человека производят, используют ресурсы природы и потребляют их и так далее, у вас, скажем так, есть один объем истощения ресурсов. Но когда эти люди объединяются и начинают взаимодействовать, обмениваться и так далее, то получается, что они используют природных ресурсов, даже если в том же объеме, но с гораздо большей эффективностью, то есть на выходе получают гораздо больше благ. И более того, экономический рост, который фактически является следствием роста производительности труда, он как раз таки про то, как уменьшить потребление ресурса при том же количестве благ, потребляемых благ. Ну, это такой у вас современный западный подход. Вообще, такой подход классический, это как раз будем больше сжечь угля, будут больше наши фабрики выбрасывать дыма, будем больше производить ситцы, да? Ситчика для наших комсомолок больше будем. Это какое-то такое стихотворение было. Вот, это вот так-то оно так, но развивающиеся страны, которые встают на путь развития, они как раз нуждаются в простых способах увеличения производства, за счет вовлечения все большего и большего количества ресурсов. То есть не будем мы строить ветростанции, да, а будем просто сжигать уголь, что там еще у нас горит, и получать энергию для экономики. А это слишком дорого, это дешево. Нет, это все тут такое бы правильно. Можно перерабатывать мусор, можно просто складировать на помойке. На самом деле, надо сравнивать не одну страну с другой страной, поскольку они находятся на разном уровне технического развития. Надо сравнивать текущее состояние данной страны со следующим состоянием данной страны. Если в какой-то стране она настолько бедная, что она вот жгет уголь, это значит, что до этого момента она, наверное, жгла дрова. Ну и совсем мало она их жгла. Сейчас она их стала жечь много, уголь. Дров уже не хватает. Так в том-то и дело, что именно из-за того, что дров не хватает, страна как бы идет к углю, и вот эта вот нагрузка на лесной фонд в данном случае, она наконец-то начинает идти на спад. А лес, а лес, он в данном случае более важный, важную роль играет для природы, чем какой-то там уголь, закопанный километрами в шахте. Да, вышли из-под удара вы вышли. То есть смысл в том, что мы должны сравнивать с предыдущими состояниями системы и говорить о том, насколько мы изменили ситуацию. Потому что даже древние греки писали о том, что у нас скоро закончится лес. У нас, в смысле, не у Греции, а вообще у людей, потому что из-за того, что активно цивилизация распространяется, заметили, что цивилизация вокруг себя уничтожает лес. То есть она все вырубает, и лес все из более далеких-далеких территорий начинают привозить. Наверное, славяне еще лес не возили в Грецию, ну или кто там жил все времена. Но окрестности, вулканы, наверное, точно вырубались там активно. Ну да, вот крупные города европейские по мере роста уничтожали вокруг себя лес и приобретали, значит, сохранялись те города, у которых были хорошие пути подвоза, значит, дров. Ну, например, город, в котором хорошая река, и она такая длинная, откуда-нибудь издалека по реке на баржах привозят дрова. Вот такие вот были порядки в европейских городах. А вокруг себя, да, они сводили леса. Но это и хорошо, потому что тут появлялись пашни. Город, ты хочешь кушать, да, вот так вот издалека не привезешь поесть. А дрова приходилось возить издалека по реке. Но они все-таки полегче плотности. Да, и это тоже повлияло на развитие городов именно на реках. В том числе это просто актуально было вплоть до 20 века. Потому что даже в 20 веке в какой-нибудь Москве по всему городу были разбросаны вот эти большие склады с дровами. Куда? Со всей области или откуда там по рекам привозили на повозках вот эти вот дрова. Постоянным по рекам на баржах привозили. Да, были. Дровяные склады, да. Еще я помню при мне на нашей, как это, топливной базе она называлась, да. Там был не только торфабрикет или уголь, там были еще и дрова. Да, были. Но они уже выходили из употребления, потому что каждый дрова себе сам запасал. Там сухостой какой-нибудь рубил в саду или на мебельной фабрике покупал обрезки. Там уже готовые дрова обрезки. Да, вот такие дела были. Ну, то есть, с точки зрения вот такой экономики, переход такой экономики на уголь – это огромный прогресс. Просто огромный. Потому что вы фактически разгружаете вот эту вот нагрузку. Ну, да, мы действительно немного отвлеклись. Здесь смысл в том, что причина экономического роста – каждый видит свою причину. Если мы говорим о нагрузке на экологию, то здесь единственное предъявление, которое можно сделать – это знаменитый парадокс Джеванса, который фактически говорит о том, что если мы какие-либо ресурсы, скажем так, производство делаем более энергоемкими, они возрастают непропорционально. То есть, грубо говоря, если мы на некоторых заводах начали потреблять угля в два раза меньше, то у нас этих заводов увеличится больше, чем в два раза. И таким образом потребление угля возрастет. И парадокс Джеванса состоит в том, что при увеличении энергоемкости производства у нас возрастает спрос на энергию, а не уменьшается. И более того, он возрастает как раз по причине того, что… Вы немножко неправильно сформулировали, при энергоэффективности, при росте энергоэффективности спрос на энергию увеличивается. Энергоэффективности, да. А не энергоемкости. Энергоемкость понятная, ну что делать. То есть, смысл в том, что из-за того, что доля в средствах производства топлива уменьшается, из-за этого производитель может потратить на это топливо больше средств. И даже рост цены на уголь не остановит то, что он может купить больше угля. То есть, в этом отношении парадокс Джеванса, он был сформулирован, естественно, англичанином на примере Англии и как раз на примере вот этого самого угля. Но, опять же, с экономической точки зрения тут нужно все оценивать двояко, потому что при росте производств вот таких вот, да, у нас снижается нагрузка на другие ресурсы, которые до этого использовались простым населением для своего какого-то потребления. То есть, в этом отношении, например, из-за того, что у нас промышленная революция в Британии произошла, у нас многие в прошлом трудозатратные производства, они фактически сошли на нет. Например, начала уменьшаться доля лошадей в экономике, а лошади потребляют огромное количество ресурсов и человеческого труда, и башни, и сено им надо есть, и обслуживание лошадей, и целая индустрия. У нас уменьшается, например, если это механизация сельского хозяйства, использование вот этих всех сельскохозяйственных каких-то, может, даже деревянных предметов обихода, которые изнашиваются. У нас, например, обувь, одежда начинает уже делаться не из каких-то окружающих вот этих трудозатратных ресурсов, а из более таких фабричных производительных материалов уже не вяжем лошадь. Такие лошадей сеном не накормить, им нужен овес, что очень дорого, овес нынче дорог. Это же зерно. Ну да, да, да. То есть вот эти тяговые лошади, это была огромная доля экономики промышленной революции и дальше до 20 века. Их даже во Второй мировой войне использовали активно, именно как тягачи. То есть вот есть даже такие редкие фотографии вермахта. Транспорт, транспорт. Да, основная армия вермахта – это пехотные дивизии. И те редкие фотографии, которые сделаны, мы видели как гигантская колонна обычных телег с лошадьми. Это армада немецких войск, которые идут на Москву. Да, и между прочим, если у вас есть автомобиль, грузовик, тягач, ему, во-первых, нужно топливо, с топливом проблема, его так просто не заменить. А во-вторых, оно очень, так сказать, претензии к морозам бывает. В конце концов, вся техника у них замерзла, смазка застыла. А вот с пищей, ну что-нибудь лошадь да поест, что-нибудь мы лошади найдем. В конце концов, да, действительно, дадим клок сена. Да, вот. А вот машина на клоке сена не проедет и уж сама себя не отогреет. А лошадь, да, в этом плане более надежный, на самом деле, транспорт, как оказался-то, да. То есть получается, что, с одной стороны, у нас механизмы требуют некоторой инфраструктуры, для того, чтобы их более эффективно использовать. Но, с другой стороны, лошадь потребляет вообще-то больше ресурсов. Да, и, кстати, у механизмов у них есть, у них отработали ресурс. Продолжать наступление нельзя, нужно ремонт делать. А лошади, ну, если живы, будут дальше, так сказать, тащить свои подводы. Лошади вообще судьба, скажем так, незавидная была в этих знаменитых двух походах на Москву, Наполеона и вермахта, потому что лошади, вот в этот самый период, декабрь месяц, в обоих случаях, в случае обоих армий, шли на употребление в пищу, в общем-то. То есть это была такая крайняя мера борьбы с голодом армии. Да, кстати, это автомобиль, который встал, его не съешь. А вот лошадь, которая пала, да, это пища. Я поэтому даже вспомнил один случай, связанный с покорением Антарктиды. Антарктиду покоряли, насколько я помню, хотели покорить англичане, конечно же. Это был начал 20 века, но покорили ее в итоге норвежцы. Потому что норвежцы не брали с собой огромные такие запасы провианта в том числе. Они взяли с собой гораздо больше лайок, собак. И по мере приближения к полюсу, они просто лишних лайок скармливали оставшимся лайком. И таким жутким способом, тем не менее, норвежцы достигли полюса. А англичане пытались в качестве тяги использовать пони, но у них не получилось с самого начала. В Антарктиде пони были бессмысленны. Там еще плыли покорять Антарктиду японцы. Это одна из самых провальных экспедиций. У них по мере того, как они приближались к Антарктиде, передохли все собаки. Там было очень жарко, они неправильно с ними обращались, и у них была высокая смерть. В итоге экспедиция сорвалась. Но такой проект... Он пришлось через все тропики пройти туда, да. Через все тропики. Это в какое время было? В то же время примерно, да? В то же время было. Там была гонка. Там была гонка. То есть, оказывается, еще Япония в ней участвовала, но только неудачно, да? Да, да, да. Это открытая информация. Это значит, Абонсон был представителем Норвегии, Скотт был представителем Великобритании, да. И, кстати говоря, Скотт и его товарищи на обратном пути погибли таки, да? Среди них были, кстати, и представители Российской империи. У них тоже случилась неприятка. У них произошла, так называемая, оловянная чума. У них был бак с керосином, запаянный, да, оловом. И оловянная чума, значит, у них просто приходит от мороза в другое лотропное состояние. Это самое олово. Она превращается в порошок. И протек керосин и испортила всю их пищу. Такие дела. Ну, насколько я знаю, у проблемы англичан было в том, что они взяли с собой жирный провиант, но у них не было витамина С в их рационе. И поэтому они болели цингой. Ну, и, соответственно, это вызвало у них серьезные проблемы. Ну, это уж удивительно. У англичан давнишняя, так сказать, традиция. В рацион, так сказать, моряков обязательно включать лимон. Каждый день по лимону давали каждому моряку, чтобы он, значит, не заболел цингой. Насчет лимонов не знаю. Я знаю, что они использовали многие эту капусту квашеную или как она там? Ну, возможно, да. Это гораздо более по-нашему. Да, капуста – это наше все. Да, это вам не лимоны. Лимоны – это экзотика. Они, наверное, использовали их в этих тропических широтах. Ну, да, но не для Англии лимон экзотика. Ну, не для Англии европейская страна. Вон тут привезут из Италии, из Франции. Не проблема. Рядышком. Вообще, да, этих лимонов очень много столетий. Люди доходили. То есть, долгое время моряки не могли понять, как бороться с вот этой вот чумой. Цингой. Цингой, цингой. Да, 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 да. Но впервые именно я читал, что первое открытие было сделано именно с лимона. То есть, они даже не знали, что это витамин С. Тогда, наверное, понятия такого витамина не было. Да, это уж очень слишком сложное химическое вещество. Но витамин С. Свежая пища. Они знали, свежая пища появляется, все нормально, все отошли. Добрались до суши, там свежая пища, поели и выздоровели. Да, да, в основном эти овощи, фрукты какие-нибудь там местные. А это все, так сказать, солонина, сухари. Не то. Ты проживешь долго в море. Ну, у нас, насколько я знаю, в русском флоте использовался лук в 19-20 веке. И он использовался даже в обычной армии пехотной. То есть, это был сухпайок, например, во Второй мировой войне у солдат. Это был кусок сала, обязательно луковицы, несколько штук, и кусок хлеба. А я вам скажу, вот в замечательные 90-е годы очень многие люди делали состояние на том, что либо закупали лук, либо сами выращивали, и продавали его на севере. Возили туда, где это называется, так сказать, севера. Тогда на северах жило людей больше, чем сейчас. Ну, и вот это был такой важный товар для севера, лук. И, в общем-то, замечательное дело, чтобы делать бизнес. Ну, еще бы, еще бы. Кстати, в Польше тут есть интересный парадокс. Я такого никогда не видел. Здесь зимой и весной красный лук дешевле обычного желтого лука. Красный? Да. Немножко фиолетовый такой, на самом деле, да? Как бурак, да, как бурак. Свекла, свекла такая. Ну, да. А почему так? Что-то другой сорт? Мне есть такое предположение, что это связано с тем, что красный лук импортируется из Южной Европы, а желтый лук, он используется из запасов, либо из дорогих парников, которые в Польше есть. Обычно парниковый вот этот лук, он другой. А, ну, это вот свежий лук, который привезли с юга, да? Польша все-таки на севере Европы, да? Понятно. Он привозной. В открытом грунте сейчас, наверное, еще ничего не растет. А вот из юга Европы вполне могут привозить. Ну, скорее всего. У нас вот как СССР развалился, начался бизнес. Пока Азербайджан был в составе СССР, мы как-то оттуда ничего, кроме нефти, не получали. А теперь у нас оттуда и капуста, и картошка ранняя, все из Азербайджана, нам так объясняют. Ну вот. Вот это здорово. А раньше как-то, ну, хотя там тот же самый климат был, это вам не советская власть испортила климат азербайджанский. Не везли почему-то. А сейчас, пожалуйста. Раньше, только в конце октября, только-только начинаем покупать капусту, а до этого не было ее. А сейчас круглый год капуста фактически есть. Есть такая легенда, что в Советском Союзе гранатовый сок был из Азербайджана, и что там был гранатовый сок в Советском Союзе. То есть кто-то его где-то видел. Ну, он и сейчас из Азербайджана, гранатовый сок у нас, да. Лучший гранатовый сок азербайджанский. А вот в советское время, я его не помню почему-то, гранатовый сок. Ну, в том-то и как бы юмор. То есть это был настолько редкий продукт. Дело в том, что там было какое-то производство, где его постерилизовали, упаковали, но его нигде не видел. Есть предположение, что, скорее всего, он по каким-то закрытым распределителям расходился, и на этом, в общем-то, все. Да, наверное, так и было, да. Если не на экспорт. Ну, то, скорее всего, да. Ну, он мог попадать еще в эти самые братские соцстраны, потому что там-то у них, мне кажется, гранаты тоже не везде растут. Я думаю, так сказать, Польша – это не страна, где растут гранаты. Ну, вот, ну, вот, надо туда. В обмен на, как это назывались-то они, переводные рубли. Был-то переводной рубль и валютный рубль, да. Ну, да, в этом плане, конечно, Грузия и Турция меня поразили доступностью гранатового сока, что его там как в аду можно пить. А, да-да-да-да-да-да. И я там уже его напился, но не могу сказать, что я его напился до конца жизни. Все равно не хватило. Мы как-то к нему уже привыкли, он как нам не в диковинку. Я забыл, когда последний раз его пил. Сейчас еще больше чай. Он в цене. Он дорогой в Европе и в Беларуси, и в Украине. Ну, да, и он у нас один из самых дорогих. Это дешевый апельсиновый сок. Он потому, что из концентрата Европа огромное количество апельсинов производит и не знает, куда их деть. Вот у нас достается сок апельсиновый. Или доставался, я уже сейчас не знаю, продают они нам или запретили. Причем здесь, я видел, в польских супермаркетах лежат обычные апельсины для употребления. А есть апельсины, написанные для соку. А, то есть отжимать. Да, то есть, чтобы они там какие-то простые, небольшие, ну, их не очень удобно есть. Их плохо чистить. Их плохо чистить, и там много зернышек. Да, их просто на соковыжималку и пошел. Тоже дешево стоит, как яблоки. Очень выгодно им использовать. Чтобы мы так жили. Да. Ну, в общем, мы отошли немного от темы. Да. Мы говорили про то, что есть парадокс Джеванса. Это фактически можно предъявить как единственную претензию к экономическому росту. То есть к росту производительности труда. Но, но, но. Я хотел сказать, что парадокс Джеванса это то, что видно. То есть мы видим увеличение потребления угля. А вот то, что мы не видим, то есть у нас уменьшается потребление остальных ресурсов в принципе на планете, которые потреблялись для производства тех благ, которые сейчас производятся с помощью угля. Мы этого не видим. Из-за этого мы делаем вывод, что парадокс Джеванса наносит ущерб экологии. Более того, некоторые люди вводят налоги. Например, в Европе есть налоги на потребление энергии для того, чтобы бороться с этим парадоксом Джеванса. Хотя на самом деле этот налог он как раз таки заставляет людей использовать более ресурсозатратные способы для деятельности. Я не знаю, взять, например, тот же пример, связанный с одноразовой посудой. Если вы вводите налоги, которые увеличивают стоимость одноразовой посуды, и люди начинают ее меньше использовать, это просто ведет к тому, что люди начинают обычную посуду использовать, из-за этого ее чаще мыть водой из-под крана, потому что не у всех есть посудомощные машины. И вы наносите ущерб экологии больше, чем грамм этой нефти используете на создании этой тарелки. Ну да. Плюс к этому многоразовая посуда, она бьется в конце концов, и надо больше производить вот этого самого, так сказать, керамики, а керамика это опять тоже что-то там жечь надо. Опять то же самое. Да, но мы допустим, допустим, мы сейчас представим себе хорошую посуду из Икеи, которая не бьется, когда падает со стола. А там такая есть посуда? Ну, наверное. Да, сейчас очень хорошая такую делают. Я не знаю, как это происходит, но я сам видел, как такое не бьется. Оно что-то типа пластика, но на самом деле есть еще такое называется, так сказать, сетал, это тоже керамика, но непростая керамика. То есть я видел, как падает керамическая тарелка на плитку со стола, и тарелка не билась. Такое же чудо я видел со стаканами. Ну, то есть это какой-то прям прогресс. Да, здорово. В этом суть. Но, допустим, я просто предлагаю пренебречь этими проблемами с бьющейся посудами. Я все же хочу акцентировать, что основные траты происходят именно на этапе расходования проточечной воды. И, наверное, это более дорого, чем... Добавьте сюда еще, так сказать, моющие средства, что тоже в канализацию попадают. Ой, это вообще целое, даже упоминает страшное. То есть сколько выливается... Надо еще производить эти моющие средства. Да, поэтому... Это химия. И, кстати говоря, есть то, что тогда, говорят, вот эти вот запреты на использование полиэтиленовых пакетов. Говорят, давайте делать бумагу. А тут прям сплошной минус. Во-первых, на свалке полиэтиленовый пакет лежит и лежит и есть не просит. А бумага разлагается и выделяет свалочный газ, если она там разлагается. А самое главное, производство бумаги требует огромной количества воды, ядовитых химикатов, которые там промываются от этой водой. Все это попадает в стоки. А полиэтилен ничего этого не требует. Взяли нефть, получили и келен и полимеризовали его. Привет. Все. Никаких таких вот загрязнений особенных не происходит. А бумага-то такая бяка жуткая. Там же отделить целлюлезу от этого самого... Там, я знаю, используется хлор для обесцвечивания, чтобы делать белую. Но можно делать не беленую целлюлезу, а от лигнина. И вот это огромное количество лигнина скапливается. И его девать некуда. Это огромные отвалы лигниновые. Ну и плюс к этому еще и бумага. Травленная такая хлором. Ну, на полиэтилен, например, пытаются обвинять его в том, что мелкие частички этих вот полимеров растворяются в среде и потом они к нам попадают в организм. Ну да. Это если мы этот полиэтилен будем везде разбрасывать, тогда, конечно. А если мы его аккуратно отправили на свалку, то ничего не попадет. Да, там нет такой вот большой распространения этих полимеров, потому что вот исследование, которое было на эту тему, показывает, что 98% и больше вот этого этих полимеров, которые в океане обнаруживаются, или у рыб, которые глотают эту воду, источником этих полимеров является стиральная машина. 98% в воде полимеров появились из-за стиральных машин, которые стирают синтетические ткани. И опять же, кто-то настаивал на то, что нужно использовать синтестику, а не кожу, например, натуральную, или хлопок, или еще что-то. То есть, это уже другие борцы с другой проблемой. И, кстати говоря, так сказать, микрочастички микропластика добавляют в разного рода чистящие средства, например, в зубной порошок. Потому что, как обычно классика, мелом там чистим, раньше, как порошок из мела делали зубной. Ну, вот как-то решили, что он слишком сильно царапает зубы, поэтому аккуратненькие микросферы из пластика. Ну, и что от них? И что от них? Ну, понятно, когда рыба съест полиэтиленовый пакет, он ей там мешаться будет в желудке. Это нехорошо. А эти частички микропластика как вошли, так и вышли по желудочно-кишечному тракту. Так же, как и любая муть. Но какая разница еще состоит муть? Из тонких оливиальных частиц каких-нибудь там глинистых или мела или микропластика. Никакой разницы. Совершенно верно. То есть, я бы даже сказал так, что у человечества нет таких ресурсов, технических возможностей, точнее, для того, чтобы создать какие-то значимые, то есть, наблюдаемые эффекты для здоровья человека вот этим вот разбрасыванием этого полимера. То есть, таких технологий нет. Надо, чтобы все было в полимерах, чтобы что-то там отражалось на нас. Ну, и самое главное, что это полимеры в океан попадаются очень интересным способом. Какое-то время тому назад основной способ утилизации отходов в США была отправка их в Китай. А в Китай их, значит, вот распределяли по мелким населенным пунктам, где у людей нет зарплаты. И они там перебирали, мыли и сортировали на все эти вторые снисори. Это было замечательно для Китая, было хорошо. Но потом, когда уровень жизни поднялся, Китай отказался вот так вот принимать. Его стали отправлять в другие страны, которые, о, давай, и выбрасывают в море. Китайцы оказались очень, так сказать, честными порядочными бизнесменами они в море не стали выбрасывать. Они просто отказались принимать за деньги. А те берут деньги и выбрасывают в море прям откровенно прям с пароходов сбрасывают в мешках мусор. Да, ну вот отсюда он и появляется. В конечном счете, скорее всего, если концентрация вот этих вот полимеров в океане вырастет до какого-то значимого значения, автология, в конечном счете просто будут распространены те микроорганизмы, которые поедают его в качестве пищи. А их обрастают обрастатели так называемые, да, которые на них. Они их обрастают, обрастают и тонут вместе с ними на дно, опускаются на дно. Обрастатели их, вот это называется так называется обрастатели. Корабль обрастает, ну он так сильно не обрастет, его почистят, а эти вот неуправляемые обросли, обросли и утонули. Ну, короче, там будет Это просто пищевая цепочка, да и все. Ну да, да. Найдут как измельчить. Вот, например, на суше калифорнийские черви такие есть. Это типа наших земляных червей, но калифорнийские, наверное, большие. Они, значит, там все это измельчают, в том числе и пластик пропускают через свой организм. Наши черви, они измельчают все вот эти садовые отходы, типа листьев, траву, и выпускают на выход уже, в общем, то, что мы называем полдородный слой почвы. Это вот все создано земляными червями. Но они там еще и пластик измельчают. Вот так вот. Не знаю, сколько полдородна будет такая почва, но ничего страшного. Это, так сказать, мульчирование называется. Мульчирование. Если она будет неплодородна, это будет лишь означать, что кто-то, следующий по вещевой цепочке, использует это в качестве источника энергии, элементов и так далее. Да, кто-нибудь это переварит как-нибудь, да. Грибки обычно приспосабливают, все, что хочешь, они окисляют. Они когда-то не умели окислять этот самый лигнин, и поэтому на земле образовались залежи уголя каменного. Они деревья не могут целиком съесть. А сейчас они съедают все, и дерево в лесу упало, все, грибы все съели, ничего не оставили. Да, то есть это не тяжелые металлы, которые можно назвать действительно какой-то проблемой. Это то, что будет употреблено. Да, ну и потом не забывайте, что все города крупные, европейские, построены на свалках. Когда-то был центр, центральный центр, а вокруг свалки. И вот город растет и продвигается по свалкам. Да, вот вся Москва стоит на свалках, в принципе говоря. Ну, кроме Кремля, может быть. А все на свалках. Да. Даже на Красной площади когда-то была свалка. Ну, это совсем давно было дело. Так вот. Короче, этот как его радиус обитания чаек вокруг городов увеличивается постоянно. Да, да, да. Чайки разведаются. Я имею в виду не родственников нашего генерального прокурора, которые занимались мусорным бизнесом одно время, а тех человек, которые живут на этих свалках, питаются за счет мусорного бизнеса. Тоже, кстати говоря, перерабатывают. Что говорить-то? Да и подъедают. Говорящая фамилия у человека, да. Да. Так вот, вернемся к теме все-таки. Я хотел сказать, что с парадоксом Джеванса нет смысла бороться. И таким образом все-таки у каждого человека находится своя причина для того, чтобы желать экономический рост. Даже, я не знаю, кто-то хочет просто жить вечно. Для этого нужно, чтобы развивалась медицина интенсивно. Для того, чтобы она развивалась, вам нужно рост технологий, развитие вот этого прогресса и так далее. То есть у каждого своя причина может быть. Единственная группа людей, которая, наверное, против этого роста, это те, у кого есть некие ценности, связанные с примитивизмом какого-то общества. Вот они хотят ходить, как раньше, с копьем, охотиться на бизонов или что-то в этом роде, и чтобы все так были. И вообще, что люди – это зло. Зря они портят воздух, тут ходят везде нужны их количества. Ну, это, так сказать, такая вот форма мизантропии, скажем так. Мизантропия. Да, вот они… Хотим мы тут людей, хотим, чтобы тут ходили, так сказать, свободные кони и люди. Как в райском саду. Но, тем не менее, в основном все понимают, что нужен такой экономический рост, развитие. И искали всю историю, источники вот этого роста. Сначала, наверное, этому не придавали такого большого значения. Точнее, много тысячелетий было устойчивое убеждение то, что благополучие в стране зависит от мудрости правителя. То есть, вот если у нас этот царь какой-то мудрый, умный, хороший, справедливый, тогда у нас все будет развиваться, промыслы расти и так далее. Если он что-то делает несправедливо, например, сильно увеличивает налоги, или, например, судит как-то несправедливо, то, соответственно, у вас общество будет стагнировать, и люди будут мигрировать. То есть, все сводилось к мудрой правительству. Ну, с этим трудно спорить. Если плохое законодательство в стране, если есть базы для произвола власть имущих, ну, как это было, скажем, в Римской империи, когда некоторые императоры занимались тем, что конфискации проводили. Ну, вот. У нас тоже случилась однажды массовая конфискация после 1917 года. Бизнес от этого очень сильно пострадал. Потом долго-долго пытались его восстановить во время НЭПа. Он вроде восстановился, а потом решили, что... Что это так? Нас сметут, если мы дальше будем, так сказать, потворствовать бизнесу. Мы будем не нужны. Давайте дальше строить коммунизм. Ну, было такое дело, да. И опять уничтожили бизнес. Опять бизнес разбежался. Ушел в подполье. В общем, приписывали правителю правлению основную причину экономических благостей, в том числе многие философы, Платон, Аристотель. Но этому есть простое объяснение. Дело в том, что в те годы до промышленной революции разница подушевых доходов между людьми в богатых странах и самых бедных странах была очень незначительной. Максимум в три раза отличались доходы от самой бедной части планировки до самой богатой. Это потому, что в богатых странах, на самом деле, большинство было бедными. То есть положение обычного человека в бедной стране и в богатой стране мало чем отличалось. Только что в богатой стране было кому позавидовать, а в бедной даже завидовать было некому. Ну да, да. Конечно, отчасти там были какие-то, может быть, связанные вещи с судебными системами, с логистикой. Там реки, крупные города, узлы. Да, может, что-то где-то больше перепадало. Но в целом разница была не значить. То есть не было у людей вопросов, какие могут быть причины вот этой разницы. Потому что такой вопрос не стоял просто. Просто не стоял. Но все начало меняться после вот этих всех буржуазных революций. Где-то с 17-18 века, когда эта разница между странами начала меняться заметно. То есть пик таких изменений это был, конечно, 19 век. Но предпосылки были уже и в 18 веке. Например, бегство капитала из Нидерландов в Англию было слишком заметным явлением, чтобы это игнорировать. Поэтому люди начали поиск вот этот вот, связанный с экономическим ростом. Из Нидерландов в Англию? Да, да, да. В конце 18 века Нидерланды начали утрачивать свои позиции финансового центра. И капитал начал перейти. Почему? Это отдельная история. У них вроде так все было так это свободно, либерально. В свое время к ним ведь перебрались из Пиренейского полуострова. К ним перебрались евреи, которых оттуда вы выгнали. Глядь, приняли, живите, пожалуйста. И у них очень резко вырос бизнес, скажем так, в Нидерландах. Я когда-то читал про эту историю, но вот точно подробно сейчас вам ее не расскажу. Могу лишь только сказать, что регулирование вот этих вот рынков капитальных благ в Англии было более либерально. В том числе связанное с политикой меркантилизма, так называемого. Дело в том, что английский владелец Остинской компании, руководитель, я не помню, как его зовут, Джон, по-моему, Мур. Ну, или Мур, я точно не помню его фамилию. Он лоббировал в английском парламенте отказ от порчи монеты. То есть они выступали за то, чтобы у нас был стандарт одной монеты, и мы не должны заниматься порчей, как это делать в другой стране. И он предложил альтернативу. Давайте не будем портить монету, чтобы имели наши преимущества, наши вот какие-то там производства перед другими европейскими производителями. Давайте делать отличную, хорошую монету, стандарт, но будем устанавливать пошлины. То есть мы будем с помощью протекционизма регулировать торговлю, а не с помощью порчи монеты. Эта идея понравилась английскому парламенту и, в общем-то, была пролоббирована. Таким образом, вот этот вот лоббизм, он фактически, лоббизм бизнеса, он фактически принудил в итоге Европу к золотому стандарту и вот таким вот надежным монетам. Но в итоге заменил это политикой меркантилизма. То есть поменяли одну плохую вещь на другую, но потом другую вещь тоже отменили уже в следующий период. Но, тем не менее, такое позитивное влияние было. Так вот, оно сначала, это влияние, было распространено в Англии. Англия пошла по этому пути. И это вызвало привлекательность для финансового капитала, в том числе для нидерландского капитала, еврейского капитала, для того, чтобы переместиться в Лондон, где есть какой-то стандарт. И потом, не забывайте, что британское общество было очень сильно, ну, сертифицировано. У них было очень много бедных людей, лишившихся возможности зарабатывать себе на жизнь в сельском хозяйстве, там, в результате политики огораживания. И этих людей можно было нанять на работу за очень дешевые деньги. В Европе такой массы обездоленных крестьян не было? Ну, в то время уже была активная, налажена активная миграция в Америку, в том числе и в Англии. Тогда еще не считалось, что английские колонии прям супербогатые, но уже люди поговаривали, народ роптал, что говорится, об одном обстоятельстве американских колоний. То там земли было во, сколько хочешь. Вот тут у нас в Англии тесно, они протолкнутся, колочка земли не найти свободного. А там сколько хочешь. И вот это вот обстоятельство делало круглыми глаза для английской бедноты. И они все грезили, что они вот сейчас накопят этих пару шиллингов на билет до Америки. И там-то уже заживут наконец-то полноценные жизни. С этим была связана миграция, в первую очередь. Ну да, свободная там земля была большая. Даже в Восточных Штатах там было много свободной земли. Потом туда пришлось уходить за фронтир. До этого, пожалуйста. Кроме того, не стоит забывать, что Англия из-за того, что в Восточной Америке не было ресурсов богатых, она пошла по другому пути. Испанцы пошли по пути авторитаризма. То есть они там жестко контролировали. Корона жестко контролировала добычу вот этих всех серебряных грудников. Там были жесткие институты. А в Англии пошли по более такому федеральному пути. Они только притащили свою... У них была особая колониальная система британского права. И по этому праву работали компании, которые осваивали вот эти земли. Которые, в общем-то, занимались вот именно таким правовым регулированием. В частности, Биржинская компания. Там еще были какие-то... Такой подход, не авторитарный, не имперский. Он в итоге потворствовал развитию колоний. В частности, связанные с более справедливыми судебными традициями. Конечно, эти судебные традиции из Англии притащили. Потому что английская правовая система, англосаксонская, она как раз-таки была про это. Про то, что лимита беднота должна сама с собой разбираться. Для дворянства, для вот этих пажей баронов у нас есть Королевский суд. Так что не будем мешать. В этом плане Британии было преимущество. Ну, так вот, тем не менее. Из-за того, что начали происходить вот эти изменения, заметные в Европе, связанные с передвижением капитала и, соответственно, обогащением, возникли естественные вопросы. А почему это происходит? Одной из первых теорий было, в том числе, убеждение Адама Смита в том, что источником экономического роста являются более низкие процентные ставки по кредитам. Из-за того, что движение капитала в Англию было более интенсивным, соответственно, там был больше финансовый рынок, там падала процентная ставка. Из-за этого кредитование всех предприятий оно было, скажем так, достаточно выгодным. И, по мнению таких людей, как Адам Смит, это является причиной, почему Англия активно индустриализировалась. То есть, строились фабрики, тогда, наверное, еще железных дорог особо не строили. Но фабричные... Когда? Когда не строили? Во времена Адама Смита. Это конец 18 века. Ну да, но в самом начале 19-го у них уже строительство было. Нам это было в диковинку, а у них уже строили. В конце 18 века паровой двигатель использовался главным образом для работы в шахтах. Да-да-да, он был стационарный, он был большой, и это, собственно, был не столько паровой двигатель, сколько атмосферная машина, там, ну, их не используешь на транспорте. Да, а потом появились, вот когда Джеймс Уатт, и после его работы появились более компактные двигатели. Они вот... Первый пароход построил Стефенсом, да, Наполеону показывал, да, тот говорит, да ну, нафиг мне ваш пароход. Вот, а прочая вся публика. Да, железная дорога, да, тогда же первый паровоз был этого Сантретти Вика, да, ну, он такой был для ярмарки. А потом пошло-поехало. Они как раз возили на таких, на коротких участках от шахты к заводу уголь, от шахты к заводу и обратно. Я бы даже сказал, что следующим этапом были не паровозы после шахтных вот этих предприятий. Еще перед паровозами было, ну, начиналось внедрение паровых вот этих вот котлов на мануфактурах. Да, 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 да. Трансмиссия и давай работай, да. И уголь доставлялся именно по реке, по рекам. Там не было железных дорог, еще даже близко. Вот это странно очень, но в Англии популярность получили, так называемые, так сказать, колейные дороги. Колея, твердые колея, и по ней лошади очень удобно вести большой груз. Это вам не обычная дорога, бум-бум-бум. Это ровная колея, ну вот рельсовый путь, это, собственно говоря, это оно. Это колейные дороги. Вот. Ну, собственно говоря, то же самое, что рельсы. Так вот, возвращаясь к вот этой теории экономического роста, на самом деле, достаточно быстро было установлено, что это не так. Низкие процентные ставки не вызывают активный экономический рост. Низкие процентные ставки являются следствием. Следствием того, что у вас происходит накопление капитала, финансового капитала в экономике. То есть, это следствие, а не причина, да? Да, да, да. То есть, напрасно мы жалуемся на том, что у нас большие ставки по кредиту в России. Вот мы заживем, тогда будут низкие ставки, да? Вот тогда мы и заживем. Работать надо, да? Понятно. Развиваться. Дело в том, что люди пробовали делать так, что снижать искусственно процентные ставки, но это не вызывало к экономическому росту, это вызывало к бегству капитала из страны. То есть, вы снижаете ставки, люди покупают на эти кредиты какой-то ликвидный товар, актив, и просто вывозят его из страны, и у вас не происходит накопления финансового капитала. То есть, в этом отношении... В наши времена это покупали просто иностранную валюту на эти деньги, и все. В том числе, конечно. То есть, хоть как-то пытаться сберечь. То есть, люди не хотели инвестировать деньги даже при выгодных процентных ставках, потому что какие-то другие условия, видимо, их не устраивали, не связанные с процентными ставками. И кроме того, вторая причина, почему эта теория не работает, является то, что все страны, которые разбогатели, из бедных стран, они все начинали с высоким процентным ставкам. То есть, высокие процентные ставки были в той же Японии, в Южной Корее, на Тайване и так далее, и так далее. В Ирландии. Они все начинали с высоких процентных ставок местной национальной валюты. И это им никак не помешало развиваться. Потому что, когда бурный этап развития происходит, то доходность капитала в стране настолько большая, что она не испытывает трудностей, связанные с высоким процентным ставками. Это первый момент. Второй момент. Если у вас открытая рыночная экономика, которая бурно развивается, то капитал, который интенсивно растет, без проблем привлекает инвестиции из-за границы. То есть, для него это не является вообще никакой проблемой. Если он показывает по своим показателям финансовым какой-то интенсивный рост, то он, этот бизнес-план с этим ростом, без проблем предъявляет иностранному инвестору, и тот начинает предоставлять капитал. Да, у нас до 24 февраля 2022 года активно на рынок из-за как раз высокой учетной ставки Центробанка приходили капиталы, на них покупали наши ценные бумаги, облигации, потому что это выгодно было. Вот иностранный инвестор к нам приходил с деньгами постоянно. Для портфельных инвестиций это так называется. Реальные инвестиции – это когда взяли, построили завод и не знают, куда девать его продукцию. Вот это тоже проблема. А купить бумагу… Да, кстати, в России и в Беларуси тоже именно с этим явлением наоборот боролись, потому что считалось, что только Центральный банк должен обогащаться, выдавая кредиты, а не какие-то там иностранные Центральные банки. Вот в Беларуси в нулевые годы, например, были кредиты валютные. То есть там процентная ставка была ниже, чем рублевом кредите. И многие брали валютные кредиты. Особенно это было выгодно для бизнеса, который был связан с валютой. Например, импортеры какие-нибудь там или те, кто работал на экспорт. Им такие кредиты были выгодны. Но в итоге из-за того, что там объем кредитов был какой-то значимый, Лукашенко захотел вот этот поток кредитования перекинуть на отечественные банки и запретил вот эти вот валютные кредиты с другой процентной ставкой. У нас валютные кредиты выдавали наши банки. У нас тоже иностранные банки не могли работать. Но иностранные инвесторы с деньгами приходили, чтобы купить вот на фондовом рынке инструменты, как это говорится, инвестированные. Да, ну в общем, суть в том, что если в вашей стране неблагоприятное устое, условие низкая процентная ставка вам не поможет. Вы просто разбазарите деньги. А если это национальная валюта, вы еще и подвигнете национальную валюту в угрозе гиперинфляции. Потому что если у вас в стране начнется инфляция, она начнется, потому что люди возьмут по низкой процентной ставке вашей рубли, побегут на валютную биржу, купят на все деньги до упора доллары и будут сидеть и ждать, когда эти доллары подорожают. Ну да, так у нас и было. Пенсионеры получали пенсию, шли в этот обменный пункт, покупали валюту и в течение месяца потихоньку ее сдавали и получали в итоге больше, чем они получили пенсии. Ну да, яркий пример на примере России – это политика Герасченко в начале 90-х, когда процентная ставка Центрального банка была значительно ниже инфляции на улице. Это приводило как раз к тому, что в стране происходила гиперинфляция. То есть два года Герасченко что-то там пытался это дело остановить. Понятно, что это происходило по политическим причинам, потому что госпредприятия, красные директора так называемые, они все хотели подключать кредиты по более низкой ставке. А тогда еще кредиты выдавались, это были государственные программы официальные. Выдавать госпредприятиям кредиты. То есть не прямая субсидия, а кредит, вот как заведено на рынке. И, конечно, госпредприятия до упора брали эти кредиты, конечно же. А потом не отдавали, жаловались Ельцину, правительству и парламенту, что нам нужны дотации. Ну и, конечно, они не боролись против увеличения процентных ставок, но в конечном итоге финансовая стабилизация оказалась важнее, и политику поменяли Центрального банка. Так вот, смысл в том, что это не работает, то есть манипуляции с процентными ставками, потому что это фактически индикатор реальной экономики, а не генератор экономики. Следующая теория очень сильная, это была теория меркантилизма, собственно говоря, о которой я упомянул. Она связана с тем, что при грамотном ограничении протекционистской политики у вас будут развиваться какие-то отрасли, и они являются источником экономического роста. Ну, на самом деле, это очень странная, скажем так, логика. Основной ее адепт, наверное, это в XIX веке Фридрих Лист, был такой немецкий экономист. Это школа историцизма. Это странная логика, потому что вы фактически закрываете доступ, доступ к рыночной информации о том, что в стране нужно развивать. То есть, согласно закону сравнительных преимуществ Давида Рикарда, страна должна быть больше всего богатой от того, если она будет производить то, что приносит больше всего доходов. Но если вы протекционизмом защитили отрасли, вы не знаете, где у вас больший доход. У вас доходы изменились. Например, в пользу тех отраслей, которые защищены протекционизмом, вы начинаете производить это и увеличивать экономику, долю экономики вот такой продукции. Но при этом ваша продукция на международном рынке не конкурентоспособна. Таким образом, вы из-за границы уже этот доход не получаете. Поэтому протекционизм – это такая попытка вечного двигателя получать доход непонятно откуда, при этом ограничивая отрасли от информации, которая позволит этот доход выявлять, где он есть. Я уже часто приводил такие примеры. Например, африканская страна Ганна защищала пошлинами свою продукцию сельскохозяйственную. Это производство курятины. Но когда под давлением Евросоюза эти пошлины отменили, Ганна, по-моему, вступила в ВТО, из-за этого она отменила эти пошлины, то эти предприятия по производству курятины, в общем-то, поразорялись. Потому что оказывается, что европейская курятина еще дешевле. И производить это небыгодно. Но зато, благодаря тому, что были сняты пошлины, Ганна увидела высокую доходность в производстве комбикормовых удобрений и начала заниматься активным расширением вот этой отрасли. То есть Ганна является одним из крупнейших в Африке экспортеров удобрений, органических вот этих всех. И на этом зарабатывает много денег. И показал, естественно, экономический рост довольно интенсивный. В нулевые годы, после того, как это ограничение было снято. То есть информация о том, что выгодно производить в вашей стране, из-за протекционизма она недоступна. Но самое главное, что сам протекционизм является сдерживающим фактором роста, а не стимулирующим фактором роста. Еще одним таким примером, я вам тоже его как-то называл, является Соединенные Штаты. Ведь известно, что в XIX веке весь Запад страдал протекционизмом. Наверное, кроме Нидерландов и Швейцарии, которые разбогатели без протекционизма при этом. Так вот, в Америке перед Гражданской войной пошлины были снижены почти в три раза на десятилетия перед Гражданской войной. При этом экономический рост в это десятилетие в США был выше, чем в период с высокими пошлинами Гамильдана. Таким образом, даже на примере Запада мы видим, что протекционизм является скорее сдерживающим фактором роста, а не стимулирующим фактором роста. То есть, со времен Рикарда, теория протекционизма была как теория роста, была опровергнута. Тем не менее, в XIX веке была еще одна теория экономического роста, которую продвигали уже либералы, то есть те, кто за свободный рынок. Считалось, что экономический рост в стране обусловлен образованностью людей. То есть, нужно ввести всеобщую систему, в том числе государственного образования, для того, чтобы поднять уровень образования в странах и таким образом потворствовать экономический рост. В XX веке эта теория была опровергнута, но, тем не менее, до XX века был огромный период времени, когда в это верили, из-за чего везде на планете внедрялась система государственного образования. Но были очень много интересных моментов, например, связанных с... Вот, например, в Японии до реставрации Мэйди Япония считалась очень образованной страной. Почему она была образованной страной? Дело в том, что государственная система образования была так устроена, что крестьян заставляли учиться, точнее, их детей, то есть насильно их забирали в школы, в сельские школы, где их учили читать, писать, считать там какие-то простые вещи. И какое-то время, там несколько лет, по-моему, эти дети учились. В итоге это приводило к тому, что очень большая доля населения в Японии, еще до промышленной революции Японии, была высокообразована, ну, относительно даже западных стран. Тем не менее, тем не менее, роста экономического не было. А почему? Вот дело в том, что, да, Япония была аграрной страной в первую очередь, и мы можем задать вопрос, а зачем в аграрной стране образованы крестьяне? То есть вот что даст ему это вот чтение литературы или каких-то там сложных функций, вычисления, что оно даст ему для производительности, для его работы? Вот он, я не знаю, рис собирает или там пашет землю, что даст ему это образование? Оказывается, что оно ничему ему не дает. То есть это просто, как бы, несмотря на то, что мы считаем, что это положительное явление однозначно, это просто малополезная деятельность. Ну, что это с точки зрения получения дополнительного урожая риса, а вот с точки зрения и качества жизни его, понятное дело, образованный человек гораздо, так сказать, больше удовольствия от жизни может получить, чем не образованный, даже и при всем при том, что он не использует своей высокой образованности, высокой учености в материальном производстве. Вот вам пример, пожалуйста. Классические евреи, они были почти практически поголовно грамотные, да? И когда, значит, так сказать, пропел петух свободы, они, соответственно, куда пошли все? В науку, в бизнес, в инженерное дело. Вот, пожалуйста, кто у нас самый популярный национальный среди нобелевских лауреатов? Понятно. А вот все отсюда идет. Это вот такая вот у них традиция была. А ведь веками это было совершенно бесполезно. люди, живущие где-то там в гетто, по субботам в синагоге, чего-то там, они какой-то толдычут этот самый талмуд. Даже, так сказать, талмудизм и талмуд стало нарицательным, таким бесполезным еще такой талмуд какой-то. Вот. А в итоге-то вон оно, тренировка-то что. То же самое и тренировка с поднятием тяжести. Да бессмысленно. Что ты железяку-то? Поди, вон что-нибудь мешки погрузи. А он, тем не менее, вот развился и тренировка помогает в дальнейшей физической жизни. Так и в этой самой жизни. То есть народ был просто умнее и здоровее. А потом, когда пошла промышленная революция, естественно, это все сыграло. Главная вооруженная сила Японии, это был флот. А во флоте это самый народ, это самые образованные. Понимаете, это техническая вещь. Это всегда бросается в глаза. Вот в нашей стране, например, радикально моряки отличались от сухопутных солдат. Сухопутному солдату можно было доверить только, так сказать, трехлинейку. А вот сложная, казалось, солдату бесполезна. Вот эта вот самозарядная винтовка Токарева, да, СВТ, ну, бесполезна, бесполезна совершенно. А моряки, ей прекрасно пользуются. Моряки и войска НКВД. А из иностранцев венгры очень любили ее, брали трофеи и вот использовали винтовку. Вот, значит, венгерские товарищи, моряки и чекисты вот были самые у нас образованные бойцы. Вот. Мне есть что сказать по этому поводу. Да, смотрите, есть очень интересная разница. Дело в том, что евреи, они, скажем так, не образовывали людей насильно, то есть с помощью государственной дубинки. Они в основном добровольно соглашались своих детей отправлять на учителю на уроки. И вопрос, почему? Почему? Неужели это потому, что у них там какая-то религия такая вот хитрая или еще что-то? Ответ очень простой. А это было условием их выживания, ведь у евреев не было земли. Ведь для того, чтобы иметь какую-то профессию, ремесло, которыми евреями промышляли, там действительно нужно было образование. И они поэтому отдавали учиться детей. Потому что евреи в основном концентрирулись в городах, в городских агломерациях, в городах требовались какие-то ремесленные навыки, и евреи активно этим занимались. Потому что у них выбор. Ну, Телье-молочник едва ли, так сказать, очень интеллектуальной была у него работа, вот Ивье Молочника, знаменитый персонаж, Шалом Алейхима. Ну, а у них как, что значит, непринудительно? Вот в субботу хочешь, не хочешь, ты должен не работать. Единственное, что ты можешь делать, читать. Читать священное писание. Все. Пятикнижные Моисея, Талмуд, вот, и сиди, читай, изучай. Так что, это была обязаловка такая вот. Только их не государство заставляло. Это, в общем-то, было. Ну, как это так? Это вот, у них не было государства, это община была еврейская. Они жили за забором в этом гетто. Там, так, свои порядки. Мой основной посыл в том, что евреи во всех общинах безоговорочно, они в первую очередь хотели, они не просто сопротивлялись там даже требованиям общины и религиозно вот это вот не мула, а как он, равин, назывался. Да, не мула. Они, наоборот, хотели, чтобы их дети получали образование, то есть они этому не сопротивлялись, потому что они узнали, что это полезно. То есть у них было понимание того, что это полезно для той или иной сферы, и либо они хотели, чтобы их дети были образованы. Ну вот, когда стало полезно до той или иной сферы, это называется лилиенталевское просвещение. Был такой лилиенталь, не путать с Отто лилиенталем, создателем первого успешного планера, а лилиенталь, вот этот еврей лилиенталь, вот там вот, и его, кстати, вот эта вот деятельность по просвещению, по, как это называется, ну, по освобождению евреев вот религиозного вот этого вот влияния, его поддерживали правительства, вот частности, царское правительство поддерживало вот это вот движение, что, о, давайте, пусть евреи перестанут быть евреями, да, пусть они учатся светским вещам, да, такое было лилиенталевское движение, да, вот. Ну, это, кстати говоря, у ортодоксов не вызывало большого, я понимаю, что, если бы не лилиенталевщина, то не было бы таких нобелевских лауреатов, не было бы нобелевщины. Я просто хочу отметить, что именно у евреев у них были, вот, грубо говоря, примеры для подражания, там, ростовщики те же самые, те же бухгалтеры, банкиры, им было на что равняться, а вот давайте попробуем посмотреть на образование с точки зрения крестьянина. Вот он живет в каком-нибудь поместье, в деревне, где-то там, да, и он видит, что вот этот вот какой-нибудь скомороха или тот, кто ходил обычно раньше по эти стихи читал, ну, барды вот эти, которые путешественники, да, они же вроде как образованные, но это в основном голодьба и нищета, а вот тот, кто, у кого больше коров в стаде, у кого больше пшеницы собрано ручками, тот более зажиточный, у того кафтан хороший. То есть у них примером для подражания был именно физический труд и нужно больше, больше, больше работать, а не тратить время на эту малополезную, непонятно зачем, книжку. То есть у них была оценка полезности совсем другая. Но тем не менее очень часто просвещение низов ограничивалось верхами. Вот, например, в североамериканских штатах, в некоторых штатах запрещено было под страхом наказания учить читать так сказать чернокожих рабов. Их нельзя было учить грамоте, да. Вот. Вот такие дела. В планах по освоению восточного пространства было такое, что не надо, наверное, учить население славянской грамоте. Ну, мы-то, так сказать, можно научить счету в пределах до ста. А грамота, зачем им грамота? Ну, если только, чтобы объявление читал. Да мы ему вслух скажем. Он поймет по спине дубинкой, тем более поймет. Что-то не понятно. Ну, трудно сказать, да, трудно сказать. Нет, нет, ну, это создавало возможность, создавало фонд для дальнейшего развития. Смысл? Когда крестьяне, вот я, к сожалению, не располагаю статистикой, но вот после Великой Реформы, так называли отмену крепостного права, кто из крестьян пошел в города, каков их был образовательный уровень? Я не знаю, я не располагаю статистикой, но я предполагаю, что это были люди грамотные, которые среди крестьян были. Крестьяне пошли в города только по одной причине, только по одной причине, потому что доходность промышленных рабочих была выше, чем доходность у бодраков. Я понимаю, но далеко не все пошли туда, далеко не все смогли. Я понимаю, балеринам очень хорошо платят, да, я бы с удовольствием танцевал бы в балете Большого театра, я даже себе ролику присмотрел, там особо прыгать не надо, но бодатой корове бог рог не дает. Это очень неочевидное утверждение, я согласен с тем, что есть инженерное образование, оно очень высоко ценилось и требовалось, это однозначно, но я сейчас говорю про простых рабочих, где не то, что работа была простой, механической, какой-то, однообразной, она была еще более простой, чем работа в деревне, по сложности операций. Именно вот эти вот все конвейерные вещи в 19-м веке. Ну, конвейеров тогда у нас не было, работа была не такой уж простой, работа была опасная, а в селе там просто это вот выполняется заранее заготовленный порядок вещей, то есть как в животном мире почти, да, вот такой вот человек неразрывно с природой живет. И более того, вот всегда те, кто пытался деревню в экономическом отношении просвещать, они удивлялись, почему крестьяне в большинстве своем ну, не восприимчивы к нововведениям, совершенно очевидным, которые совершенно очевидно выигрыш дают, да, новые методы хозяйственные, да. Помните, был такой Яков Лукич, персонаж в поднятой целине. Им восхищался приехавший из города, так сказать, Сема Давыдов, да, как это, рабочий, который туда, так сказать, бросили колхозную, так сказать, жизнь налаживать, да, он какой он просвещенный хозяин-то, да, вот, он, что он, какие замечательные журналы выписывает, по сельскому хозяйству, внедряет, остальные казаки нет, хотя казаки-то это были самые зажиточные крестьяне, у них и земли было много, они грамотные были, они и в армии служили, они и организованные были, у них и демократия была, чего у нас, кстати, не было, здесь, но там у них была своя казачья демократия, вот, но вот все равно на их фоне даже, человек, который воспринимал новое, вот казался Семе Давыдову уже жутко прогрессивным, ну вот. Опять же, я повторюсь, что такие позитивные оценки, они были именно связаны с полезностью этого действия, потому что если польза уступала пользе физического труда в глазах крестьянина, он не рассматривал это как что-то серьезное и... А он и не рассматривал, вот они даже казаки, такие умные ребята, они не рассматривали, один только вот был Яков Лукич, и тут гад оказался в итоге. Да. Только он был один, такой вот, хватал просвещения, чем его удивлял очень товарищ Давыдова. Еще, если обратить внимание на индустриализацию именно в Российской империи, то можно обратить внимание, что она началась именно не в городах, а в сельских районах. Да. Именно там, потому что сложно было заставить убедить крестьян тысячу километров в Петербург этот переместиться ради каких-то непонятных сомнительных прибыли, именно для того, чтобы хоть как-то привлекать вот этих людей, которые в том числе являются временными батраками, кочуют, они вот в этих сельских районах ставили вот эти фабрики. первые. Да, вот Иваново и Вознесенск, которые стали Иваново-Вознесенском в итоге, город Иваново, областной центр, там как раз привлекали к работе зимой крестьян, да, вот крестьянин, он тут зиму-то ему делать особо нечего, подоил корову и все, и давай к нам зарабатывать, будешь там хлопок работать. И у нас тоже, кстати, на нашем коломзаводе, кроме вот наших Бобровских, работали еще из соседней деревни, из-за реки приходили, они портфентьевские пуздырьки их звали, да, образования у них было никакое, они говорили, так сказать, пуздырек вместо пузырек, за это их звали, так сказать, пуздырьками, вот, были не только наши, но и пуздырьки, пожалуйста, им какая-то такая была для них работа зимой, ну, какую-то находили для них. Ну, и кроме того, именно в Канлу того, что там не требовалось большое образование, было массово использован на вот этих мануфактурах детский труд, то есть это тоже, в общем-то, необразованный класс рабочих. Опять же, я еще раз повторюсь, что вне зависимости от того, является образование полезным для человека конкретно или нет, я сейчас говорю о том, как образование выглядело со стороны обывателя, то есть он видел в этом что-то прогрессивное, например, сегодня в Африке в 21 веке образование среди обычных деревенских жителей, то есть самой бедноты, с их точки зрения образование это очень важная вещь, очень важно. Для них учитель это самая уважаемая профессия в их там поселке и так далее, потому что врач, учитель, почтовый, служащий, вот три профессии, так сказать, сельский интеллигент, вот три профессии. Да, потому что сейчас это очевидно, что это дает какие-то изменения качества жизни и так далее, и так далее, а в те времена, во времена аграрных империй это было не очевидно, по крайней мере не было таких средств информации, которые говорили о том, что где-то там на севере Италии они у вас в губернии, люди, которые образованы, получают больше, чем не образованы. То есть это было абсолютно не очевидно, поэтому собственно говоря насильственное образование и вводилось для того, чтобы заставить людей образовываться. Но в 20 веке это стало более ощутимо заметно, ощутимо в каком плане, во второй половине 20 века были исследования связаны с инвестициями в образование в различных странах, в том числе, кстати, в Советском Союзе. И было выяснено, что в общем-то экономический рост не зависит от распространения образования и от инвестиций в образование, как государственных, так в том числе и объемы частных инвестиций. То есть есть какая-то другая причина экономического роста. Вот интересное вы говорите, ну вот две противоположных вывода. Южная Корея собирается сделать обязательным общее высшее образование, ну по крайней мере там такая мысль была проброшена, уж не знаю, это достаточно сложное обязательное высшее, а в Соединенных Штатах, ну это общее место там, какой народ там в массе своей не образованный, не знают, где Афганистан, где Украина, это где-то там за морем и где неизвестно. Это почти как в Чечне во времена так сказать вот этой вот Чеченской войны, там тоже образования не было, и считали, что это, ну это где-то вот Россия, это вот тут рядышком, где-то вот, они очень удивлялись, когда узнавали, какая она большая, Россия, с которой Чечня воюет продолжает, и Чкерия тогда называлась, потому что они не представляли себе, да, но если представляли, может быть, как-то вот по-другому, наверное, по себя вели политически, да, не были бы такими смелыми, отчаянными, ну вот такая вот проблема, а в Штатах, да, видите, растущая экономика, и в целом очень невысокий уровень образования, который еще указывали нам старые, так сказать, европейцы, Маяковский говорил, что американец специалист какой-то своей области, да, он поэтично так объяснил, если он затачивает иглы, он все знает о кончике иглы, но может даже не представлять, что у иглы есть ушко, а он затачивает иглы, все, вот, ну это, конечно, я не думаю, что американцы не знали, что такое ушко у иглы, да, но тем не менее, вот, они очень все узкие специалисты, это им не важно, им не нужно знать географию, сейчас тоже вот молодежь, которая занимается программированием, сейчас это самая ходовая профессия, молодежи, ей пофиг, куда впадает Волга, куда течет Дунай, они знать этого не знают, хотя вполне успешные люди, но это их не интересует, им это не нужно, вот, понимаете, география нам не нужна, что нам история, тоже не нужна, все, вот, это ненужные такие прибамбасы для них, потом они начинают сомневаться, может, нам математика все-таки нужна, потому что тут вот как-то вот писать искусственный интеллект, вот вроде что-то надо разбираться в математике, и они сами спрашивают искусственный интеллект, напиши мне список предметов, которые нужно изучить, чтобы тебя писать, искусственный интеллект исправно пишет список предметов, представляете? Я уверен, что россияне гораздо лучше знают столицу США, своих якобы врагов, чем столицы своих союзников, Ирана или Сирии. Да нет, но мы знаем столицу Ирана, как же нам не знать, Тегеран. Хорошо, а столица Сьерра-Леоне? Она наша, наш друг, да, Сьерра-Леоне? Так, столица Сьерра-Леоне, столица Сьерра-Леоне. Какая? Да, это же тоже не мой друг. А, тоже не ваш друг, да. Нет, ну, столицы некоторых африканских стран-то я помню, начиная с Адисабеба и кончая Арабата. У нас по географии проходили все столицы, в том числе Африки, естественно, это все забывается за ненадобность. Это нормально. В Сьерра-Леоне не происходит ничего такого, видимо, за последний век, чтобы что-то там люди об этом говорили. Я даже не знаю столицу Гондураса, хотя Гондурас у нас всегда на слуху. Ну, да, страна-анекдот фактически. Да. Что я хотел сказать по поводу образования. На самом деле, поскольку рост производительства труда производит предпринимателей и предпринимательская инициатива, то сам вот этот процесс предпринимательства, он фактически является образовательным процессом. и предприниматель при поиске решений, различных решений для своих задач, он как раз-таки занимается самообразованием. То есть автоматически это происходит. Нельзя сказать о том, что если мы не дадим начальное образование, ну, не начальное, ладно, среднее, то этого не будет происходить, потому что можно на среднее образование интерпретировать двояко. Можно сказать о том, что среднее образование наоборот может подавить предпринимательскую инициативу и сделать людей более умеренными в своих каких-то действиях. То есть в этом отношении эксперименты, попытки там что-то реализовать, они могут оказаться полезнее практически, чем изучение теории в средней школе. Это все неоднозначные вещи. Это все неоднозначные вещи. То есть нельзя об этом сказать, о том, что это однозначно помогает, как нельзя сказать о том, что это однозначно препятствует. Конечно, много людей сейчас проходят всякие школы, бизнес-школы, курсы, которые помогают увеличивать их, те навыки, которые помогают предпринимательстве. Однако эти все вещи вообще никак не связаны с обязательным образованием, которое навязывается государством. Вообще никак не связаны. Это разные вещи. Ну, когда навязывается, это я понимаю. Я понимаю. Когда навязывают, а он не хочет учиться, ему приходится пройти 10 классов и коридор. Или теперь уже 11 классов и коридор. Но это немножко не то, о чем мы говорили. Я еще раз хочу сказать, что здесь важно не то, что не только то, что навязывается. Может быть, человек хочет учиться. Он хочет. Вы даете ему возможность получить 11 классов образования, потом диплом и так далее. Но сам процесс вот этого образования может убить в нем предпринимательскую инициативу. Сам вот этот комфортный среда образования может не создавать ему тяжелых условий, которые заставят его заниматься предпринимательством. Ну, какими-то инициативами. Сам процесс образования понимаете, в чем дело. Вот он преисполнится образованием и будет уже таким ходятим философом, который жить в почке и ничего не хотеть. В этом отношении это неочевидная роль образования, которая будет способствовать деятельности. Вообще неочевидна. А тем людям, у которых есть инициатива, они это образование получат в любом случае, если она нужна. Потому что конкуренция и заставляет это делать. А скажите, пожалуйста, вот ваш пример, который в самом начале говорили, что образованность японского населения, потом-то она оказалась востребована, сыграла роль в своем этом самом развитии в Японии. Он такой же быстрый скачок был в Японии, ведь она быстро вошла в число промышленных держав. После вот этой революции Мензи, как она там называлась? Опять же, я хочу сказать, что те действия, которые привели к экономическому росту Японии, они главным образом не связаны с образованием, потому что они связаны с открытием рынка, в принципе, с изменением отношения к институту частной собственности. То есть в этом отношении у Японии были именно те вещи, которые позволили японцам масштабировать капитал. В таких условиях что-то вы замерли, что-то вы замерли, что-то вы... Вот, теперь вы отмерли. Так, ожили. В таких условиях и тут же прекратилась связь. Вы про Японию рассказывали. В таких условиях в Японии в любом случае был бы экономический рост, и в любом случае предпринимательская инициатива раздавала то необходимое Японии накопление капитала. То есть это происходило бы в любом случае, потому что это происходило в любых странах. Вот я приводил меня когда-то... Для развития Японии очень большую роль играла ее внешняя экспансия. Мы даже называли милитаристическую Японию, а для внешней экспансии нужен был флот. Вот у нас в нашей стране, в Российской империи, во флот или на флот набирали людей грамотных, набирали людей в основном городских и из рабочих. А деревня там не могла служить. Не было там деревни такой. Ну, может, исключения какие были, но там есть же деревенские образованные люди. Были. А тут вот нет. Как бы Япония неслабо по Тихому океану свой японский флаг, кто бы нес, если бы не было образованных крестьян? Давайте я вам приведу пример. Давайте я вам приведу пример. Я как-то вам приводил пример с экономическим ростом Сингапура и Гонконга. Это две точки на карте. Очень маленькие города-государства. При этом они 40 лет росли ноздря в ноздрю. То есть одинаково успешно, одинаково интенсивно. Так вот, с одной стороны, в Сингапуре, естественно, было обязательно образование. В Гонконге обязательного школьного образования не было вплоть до 90-х годов. Ну, и теперь простой вопрос я вам задам. У кого был больше флот, торговый флот, у Гонконга или у Сингапура? Ну, понятное дело, у Сингапура. У Гонконга. У Гонконга? Да, Сингапур догнал Гонконг по торговому флоту, но это было не сразу. Ну, Гонконг-то был британской колонией, а что, там народ был неграмотный? Народ в Гонконге сам хотел учиться, ходил в частные школы, в том числе вот эти академии, которые связаны с мореходством и так далее. То есть, люди сами проявляли инициативу по одной простой причине, потому что жители Гонконга видели, насколько богатые англичане, которые на английских кораблях приплывали к ним в Гонконг. Они тоже хотели так жить. Все прочее, Гонконг был, так сказать, столицей кинематографии, там мощное производство было боевиков гонконгских. Да, там все было. Искусство, конечно, в Гонконге было на высоте. Такое техническое искусство, высокотехнологичное его просто так, это не картинку нарисовать. В Гонконге просто культ образования с самого ухода британцев, ну, в смысле после Второй мировой войны, он там существовал, и поэтому жители Гонконга интенсивно учились сами, конечно. Конечно, критики скажут, что это из-за того, что в Сингапуре мусульмане, вот эти малайцы, они не как китайцы, у них обучение, да, обязательно. Вот в Москве китайские студенты, его, значит, папа послал учиться. У папы нет денег учить его в Европе, иди учись в Москве. А в Москве его учат, хоть он и русского языка не знает. Лишь платить, папа платит деньги, а этот там по-русски говорить не может. Ну, его учат. Куда ты денешься? Бизнес, ничего личного. Вот так вот. Вот такой уровень образования в России. Научим даже китайцы, которые не говорят по-русски. Диплом выдадим. Ну, как же мы ему диплом даем? А он дальше базара с ним все равно никуда не пойдет. Так что, спокойно, учитесь, получайте деньги за него. Мой тейк в том, что уж большая, огромная Япония смогла бы найти людей, японцев, которые любят, хотят учиться, которые пошли бы работать во флот в том числе. То есть, с этим Японии бы не точно не было. Большая, огромная Япония. Да, да. Но она уж не так огромная. Ну, я имею в виду по сравнению с вот этими Гонконгами и Сингапурами. Ну да, она почти с населения примерно как Россия. А сколько в Гонконге живет? Сейчас? Да. Я думаю, где-то как в Москве, может, чуть меньше. Ну, то есть, это порядка 10-15 миллионов. Да, но там же не этот, а, нет, меньше, меньше, 7,5 миллионов. Там же не просто этот один остров, город, там огромная агломерация. Ну, больше, чем просто город. Префектура фактически Гонконг. А в Сингапуре? В Сингапуре 5,5. В Сингапуре меньше людей. Ну, в Японии, численность населения Японии сейчас, примерно, равна численность населения России. Такой вот. У них самоубийств больше, чем убийств. У них, соответственно, статистика такая. Количество самоубийств в Японии равно количеству убийств в России. А количество самоубийств в России – количество убийств в Японии. Вот такая удивительная статистика. Ну, я сейчас посмотрел статистику. По официальной статистике, в России больше населения. Чем в Японии? В Японии 125 миллионов. А там 130, а у нас 130. В России по официальной статистике 143. Лукавая цифра, понятно. Ну, может, так оно и есть. Кто их считал? У нас, когда перепись населения, зачем ее проводят, когда у каждого паспорт? И мы все там где-нибудь зарегистрированы. А тот, кто не зарегистрирован, он переписываться не пойдет. Тот, кто живет без паспорта, он... Да, но те, кто понял жизнь, тот в цирке не смеется. Да, так у нас говорят. Короче, в чем мой тейк? Конечно, когда мы говорим о том, что образование не влияет на экономический рост, мы очень используем образование в узком смысле. Потому что в широком смысле, конечно, все люди образовываются. Принудительно, добровольно, в ходе предпринимательской деятельности, неважно как. То есть в этом отношении люди в любом случае образовываются, особенно когда происходит урбанизация. Потому что вы без умения читать не проживете в городе. Весь город в надписях. Тут просто, если ты не знаешь вот этой вот системы, цифр считать, да, то есть вы просто не выживете. Это условия обязательно. Поэтому, конечно, все так или иначе учатся, даже простым вот этим вещам. Но смысл в том, что в узком смысле, когда мы заставляем образовываться население, это ни на что не повлияет. Это никак не повлияет на экономический рост. По крайней мере, к такому выводу пришли экономисты, которые следовали эмпирически именно вот эти вот вещи. Они не выявили связи между вот этими инвестициями в образовании и экономическим ростом. Тем не менее, стоит отметить, что здесь есть одна, скажем так, подкатегория, которую стоит рассмотреть. Считается, что более образованный человек будет работать на более высококвалифицированной работе. А высококвалифицированная работа приносит больше дохода. То есть такая вот прямая аналогия. Прямая дорожка к экономическому росту. Но на самом деле не существует прямой вот такой вот взаимосвязи, линейной зависимости от квалификации сотрудников к уровням дохода. Оказывается, что в высококвалифицированных отраслях во многих уровень дохода относительно небольшой. Конечно, есть IT-сфера, где айтишники действительно пока что еще рубят капусту, как говорится. но во многих других высококвалифицированных сферах очень даже не рубят. Например, в Восточной Европе врачи зарабатывают обычные деньги, при этом как бы у них квалификация одна из самых требовательных к их квалификации профессии. Ну, так сказать, врач может получать большие деньги за счет пациентов в итоге, как бы ни было, как бы то ни было, какая бы схема оплаты ни была. Ну, а если пациент бедный, то что тут с него возьмешь? А айтишник берет с заказчика, то с того, кто ему заказывает программу. А это, значит, организации, которые рубят капусту, ну, и делятся капустными листьями с тем же самым айтишником. Дают ему, так сказать, кочерыжку. Вот из этого рассуждения можно вывести такую хитрую теорию доходной профессии из-за того, что айтишник является подрядчиком, а не наемным работником. Он, поэтому, из-за того, что он фрилансер, он поэтому зарабатывать может больше. Он легко меняет их перчатки работодателя, он не привязан к главврачу, как говорится. Может... Не, ну, врачи частной практикой тоже занимаются, что там говорится. Есть же у нас вполне... В госбольнице-то ходят люди только отчаявшиеся совершенно, а так те, кто хотят лечиться, идут туда, где частная практика. У нас в Беларуси практически все ходят в госбольницы. Ну, в основе других нет просто. У нас полно этих самых частных клиник. Навал. Частные клиники у нас есть, но это довольно дороговато. Но я про это говорю. Прикольте. Поэтому в основном ходят гос. Но опять же, гос, это что такое госбольница? Это когда вы хотите, чтобы на вас врач обратил внимание, вы должны этому врачу что-то там вложить в передний карман халат. Да, да, да. Потому что иначе, иначе как повезет. Иначе как он на вас посмотрит? С какой степенью жалости? Если уж совсем пожалеет, скажешь, да умирай, скорее не мучайся. Вот. А если с промежуточной, может, какие-то таблетки пропишет. Да, и в этом плане есть интересный, скажем так, феномен, связанный с образованием и бизнесом. Дело в том, что если у вас нет опыта работы, вам лучше идти в крупную компанию. Потому что в крупной компании у вас будет узкая сфера обязанностей. То есть вам будут что-то конкретное делать, и вы это можете делать. Например, завод и так далее. А если вы идете в малый бизнес, у вас будет широкий спектр обязанностей, и вам будет сложнее. Поэтому вас в малом бизнесе очень просят иметь опыт работы какой-то. Больше это требует, чем в крупном бизнесе, в крупных таких компаниях. И в этом отношении парадокс. А в чем парадокс? Дело в том, что крупные компании являются более капиталоебкими, и при этом они требуют менее квалифицированных специалистов. Ну, это понятно. Очень капиталоемкое производство, типа конвейерного, но там нужны очень низко квалифицированные работники, каждый из которых только одну операцию выполняет, не требующую квалификации. А если вы будете собирать машину штучно, то тут, конечно, квалификация большая, и машина дорогая, какая-нибудь, как это там называются итальянские машины знаменитые Альфа Ромео, что ли? Мазерати. Ну, Мазерати, да, там не напасешься. Средств там нужны очень квалифицированные люди. Да там сколько итальянских фамилий, столько и машин. А, вот так, да? Ну, вот видите как, они по одной машине в год и делают, да? Но зато тонкая работа. Ну, да, у них там все штучная работа, и мебель, и, я не знаю, предметы искусства. Ну, естественно, требуется высокая квалификация. А на конвейере, где, как это называется, фиат собирают, там, наверное, попроще образование требуется. Да, это парадокс, потому что мы же говорим про экономический рост, и большая доходность оказывается в малом бизнесе, чем в крупном. И, соответственно, малый бизнес требует большую квалификацию. Но при этом у нас все бедные страны начинают именно с малого бизнеса. То есть, это парадокс. Ведь оказывается, что у нас... Потому что для крупного бизнеса нужен большой капитал, а его нет. Да, 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 а его нет. И поэтому конечно страна в таких условиях она именно подстегивает население заниматься таким образованием. То есть, уметь вот эти все дела, все процессы и втягивать людей в это образование. И люди интенсивно учатся. То есть, у людей нет проблемы учиться в малом бизнесе на ходу, как говорится. В этом нет никакой проблемы. Есть еще одна специфическая теория, которую я должен упомянуть. Она связана с марксизмом. Теория заключается в том, что капитал привлекает капитал. То есть, экономический рост обусловлен тем, что существуют некие предприятия, которые эксплуатируют трудящихся. То есть, чем больше у вас знаний людей в экономике, тем больше вы можете агрегировать капитал вокруг себя. Чем больше у вас агрегированы капиталы вокруг себя, тем больше вы можете привлекать наемных людей в экономике. Потому что по Марксу существует прямая связь между объемом капитала владельца капитала и эффектом масштаба, который он может задействовать. А эффект масштаба, согласно Марксу, он является главным условием для монополизации экономики, монополизации рынков. Монополистический капитал такой у нас возникает. Естественно, когда у нас происходит модернизация предприятий, у нас капиталоемкость экономики, ой, трудоемкость экономики сокращается, то есть количество труда и, соответственно, объем, норма прибыли сокращается по Марксу. Таким образом, у нас уже капиталист не получает столько капитала, сколько он хотел бы получать. Но при этом все остальные пролетарии, которые оказались не нужны, по Марксу остаются без работы. Так вот, экономический рост в такой картине мира является временным явлением, явлением, когда капитал пока что рынок еще не сформировался, не стал монополистическим, пока капитал стягивается в одно место в руки одного какого-то класса, класса буржуазии. Ленин развил эту теорию, он сказал о том, что существует теория империализма и капитал из разных стран стягивается в одну страну. Ну, главные страны Запада, конечно же. То есть капитал от буржуев в бедных странах так или иначе перемещается в итоге страны Запада. Таким образом, теория эксплуатации, она расширилась на эксплуатацию бедных стран. И, как я сказал, вот этот вот рост, он выглядит как временное явление, потому что, когда у нас, грубо говоря, буржуазные Англии эксплуатируют весь мир, то рабочие буржуазные Англии живут хорошо, потому что капиталист якобы боится того, что английский рабочий его скинет, он платит ему достойную зарплату английскому рабочему. Но в конечном итоге эта песенка закончится, эта пирамида будет у нас, скажем так, сыпаться с периферии, а потом дойдет и до Англии, и в этом отношении у нас экономический рост не может быть, так бесконечно. Ну, к счастью, это так не работает, к счастью, Маркс ошибался. Действительно, капитал, он может определенную сферу занимать, капиталоемких отраслей, но доходность не зависит от количества труда в этих отраслях. Доходность, точнее, куда, в какую отрасль направляется доходность, туда направляется не только капитал, но и человеческий капитал, то есть трудозатрат. Если у вас в какой-то сфере будет очень доходный бизнес, ну, например, производство синтетического топлива, я просто абстрагируюсь, да, то у вас это будет, это топливо производить не только на заводе крупный капиталист, но, грубо говоря, каждый фермер в гараже, потому что это настолько выгодный бизнес, что это выгодно делать даже на уровне малого бизнеса. У вас экономика наполнится огромным количеством конкурентов и других игроков, которые будут всячески наполнять рынок вот этой продукции. И мы это явление очень на многих отраслях видим. Например, в сельском хозяйстве это какие-то сезонные виды производства, которые связаны с сезонностью, которые могут приносить большую прибыль. И поэтому в эти работы вовлекаются люди, которые могут вообще с этой сферой быть не связаны ранее и так далее. Например, очень в Европе развито такое явление, как привлечение сезонных рабочих, в том числе мигрантов и так далее. Вот приезжайте к нам в август-сентябрь в наши эти парники и вы получите большую зарплату и поможете нам заработать деньги. Я вам рассказывал, как я ехал из Кракова на автобусе в Варшаву и где-то за 100 километров до Варшавы поля усеяны кустарниками до горизонта. То есть ничего не растет кроме кустов? Кусты, кусты. Это куст высотой с человека где-то, может чуть выше. Заброшенные земли. Заброшенные. Нет-нет-нет, это именно высаженные кусты с плодами какими-то красными. Я просто не видел с дороги, что это за плоды. Я думал, что это такое? Что может расти на кустах в таком огромном мире? Неужели помидоры? Точно не помидоры, потому что эти плоды довольно редкие были, и куст большой. Что-то может такое расти. И ехали километры, десятки километров, и тянутся-тянутся эти поля. Просто удивительно. Что же это такое, о чем я не знаю. Я потом узнал, что это, оказывается, яблони. Яблони размером с куст чуть выше, которые плодоносят. Пальметные сады у нас это называется. Да, я просто таких яблони в огромном количестве никогда не видел. Ну да. Для меня это диковинка. Да, да, понятно, понятно. Понятно. Помните тогда, когда тут начались санкции, Россия отказалась покупать яблоки в Польше, стала покупать их где-то то ли в Южной Африке, то ли в Южной Америке. Вот. А рыбу отказалась покупать в Норвегии, стала покупать ее в Южной Америке. Вот. Они перестали покупать в России, они польские яблоки. Это привело к тому, что упала цена на яблочный сидр. Он тут сейчас дешевле пива, и многие его пьют. А что такое сидр, кстати? Это как? Я так понимаю, это броженые какие-то фрукты, сок, да. Его как-то там особым образом вливают. Какой на вкус? О, яблочный сидр очень хороший. Это такой альтернатива квасу. Да? Ну, хмельной, очевидно, да? Хмельной. Там очень слабый градус, и есть сидр безалкогольный. Я где-то читал, что яблочный сидр во Франции популярнее, чем вино. Потому что это такой приятный. Недавно был фильм, помните, про ограбление, как это, бумажный дом, Касса де Папель, испанский сериал, и там главный герой для прикрытия своей преступной деятельности занимается якобы производством сидра. Не смотрели Касса де Папель? Очень популярный в Европе сериал. Я видел в витринах рекламу всяких товаров, где персонажи из этого фильма рекламируют. Да, популярный сериал. Смотрите, если сможете. Ну, кому-то не нравится он, мне понравился. Тут много сериалов европейских. Я сейчас этот сериал хотел посмотреть какой-нибудь где про Польшу. Ну, в Польше, кстати, много хорошего кино. Я несколько фильмов смотрел. Как-то называется 1988 что-ли какой-то такой сериал или еще какой-то 1900. Это про Польшу, некий фантастический сериал, что в Польше в том году, когда что-то произошло, что в истории повернулось. Остался Советский Союз, осталась социалистическая Польша и вот это вот все. А действие происходит уже в наше время. Кстати, очень интересный сериал. Все как положено, с финальным твистом, со всем чем положено. Все очень хороший сериал, кстати говоря. Потом у них есть еще то ли Болото, то ли Трясина, то ли Топ, как так называется сериал. Тоже очень стоящий сериал, я бы сказал. Ну, я не все сериалы, естественно, смотрю, но вот некоторые так. Извините, что перебил. Вы в Польше, вам это виднее? Ну, да, это хороший просто способ учить язык, потому что в сериалах, в отличие от фильмов, очень много разговоров. Да, ну, мне тоже очень нравился польский язык. Когда-то, когда у нас много было польского кино, и так они здорово, красивый интернационный ряд такой, типа «Быкопано шпателем яма гленбока», как-то так они загадочно говорят. Вот, и теперь, наверное, надо украинский учить, судя по всему-то. Либо китайский, либо украинский, выбирать чего-то надо. Либо надеяться на английский язык. Английский язык, чтобы наверняка... Английский, ну, кому мы там нужны с английским? Так там нет, а здесь нужны. Здесь, здесь. А, здесь нужно, да? Здесь английский. здесь нужно, думаете, да? Потому что придется переводить много английского текста. конечно. Да, интересно, интересно. Может даже, может даже закончиться тем, что придется переводить с английского языка надпись на упаковках гуманитарной помощи. Ну, это надежда такая, да, что будет у нас гуманитарная помощь. Неожиданно, никто не собирался к нам помогать, и бац, ну, дадим им эту с английскими надписями. На английском и на Суахиле, да, держите. Хотели в Африку отправить, но ешьте вы. Есть еще много всяких экзотических теорий, например, географический детерминизм, тоже большая тема, про которую вы как-то говорили. Но, опять же, они все нарушают эти правила законов Рикарда, положения. Главное, о чем мы сегодня не сказали, это про то, что в конечном итоге, к чему пришли. К чему пришли? По сути, пришли к тому, с чего начали. Мы вначале говорили о том, что все зависит от правителя, от того, какой там правильный, неправильный, но современная интерпретация обстоятельства, скажем так, условий роста институциональная, то есть в зависимости от тех идей, которые в голове правящих элит зависят те институциональные изменения, которые происходят в стране, то есть чему, каким целям будет, скажем так, отдать предпочтение, и поскольку это зависит от правящей элиты, все в конечном своде сводится к ней. то есть какие идеи у них в голове, такой путь для страны вы можете и получить. Если они руководствуются, грубо говоря, идеями благополучия, экономического роста и успеха, то вы можете получить такой результат, то есть проводятся соответствующие реформы, которые сегодня уже не являются секретом и тайной, и страна действительно идет к экономическому росту и так далее. Но если у правящей верхушки какие-то другие цели, которые идут перпендикулярно вот этой цели, то, соответственно, вы получите несколько другой отличающийся результат. Сейчас есть в экономике только два разделения отношений к этому положению. Это то, что все-таки что важнее идея, непосредственно идея, который озабочен правитель или так называемая группа интересов. Потому что правитель это не вещь в себе, это еще и какое-то его окружение, которое лоббирует интерес. Они убеждают то, что нужно сделать так, а не так. То, что нужно ввести какие-нибудь регуляции. Хотя на самом деле это просто переводится как увеличить монополию какого-то компании, какой-то группы интересов. И здесь я на стороне тех экономистов, которые говорят о том, что все-таки главнее идеи, чем группы интересов. Потому что если у группы интересов нет никаких идей, то в конечном счете вы не получите никаких изменений. А если идея есть, то никакая группа интересов не помешает этим идеям быть реализован. К сожалению, у нас больше примеров негативных идей, отрицательных, которые повлияли негативно на страну, чем позитивных идей. Но тем не менее, у нас есть много вот этих примеров, когда у нас именно негативные идеи, которые приняты на вооружение правящей верхушкой, они ломали все группы интересов и устраивали в стране все, что угодно. Вплоть до того, что у нас даже создавались какие-нибудь условные красные кампуччи. Хотя, казалось бы, вся финансовая элита вот этой столицы, как она там называлась, кампуччи и город, готовы были заплатить любые деньги для того, чтобы не творили то, что творили. То есть в этом отношении у нас много примеров, когда идеи ломали любой тренд и любые интересы каких-то групп, сформировавшихся в обществе. Ну, из хороших примеров, это, наверное, грузинские реформы, когда радикально был решен вопрос с коррупцией и два раза увольнялся полностью штат полиции в Грузии. Это было очень радикально, это феноменально радикально было по современным меркам. Конечно же, это ломало многие интересы, многие группы интересов. Тем не менее, тем не менее, вывод такой, что поскольку мы сегодня знаем то, что нужно для экономического роста, это права частной собственности, независимая судебная система, это выполнение каких-то правовых законных норм, то есть отказ от произвола, и вопрос в том, как это будет пересекаться с целями, которые есть у правителей. Если оно пересекается, то, как правило, оно страдает, вот эта часть. Если у правителя именно такие же цели, ценности, то соответственно у вас в стране могут произойти изменения вне зависимости от того, какая у вас страна, где находится, в каком географическом поясе, какая у вас раса в стране, насколько образованы и не образованы люди, насколько у вас объем финансового капитала и процентных ставок, это все уже является незначительным фактором. Самым главным является именно ценности и цели и методы управляющих государственных институтов. Понятно. Что-то хотите добавить? Еще, наверное, можно добавить то, что если у вас вот такие есть цели, которые действительно нацелены на благополучие и так далее, то вам не способен помешать даже весь мир, потому что очень часто говорят о том, что, например, какая-нибудь Северная Корея или Куба бедные, потому что санкции и так далее, но забывается такой пример, например, как Израиль, который был под санкциями половины мира и до сих пор, кстати говоря, многие страны, в том числе европейские вроде Испании имеют санкции против Израиля, это никак не мешало стране преобразовываться, то есть экономически развиваться, быть экономически успешным. Это все не является причиной остановки роста. Единственный случай, когда внешние силы способны остановить экономический рост, это непосредственная экспансия, то есть ввод войск каких-то, война против такого государства, вторжение и захват. Израиль не захватывали, Израиль испытывал военное вторжение, но безуспешное с точки зрения агрессоров, он устоял, и таким образом даже такая ситуация ему не помешала. есть даже такое мнение, что когда в прошлом году в Киеве были взрывы, это привело к тому, что в течение месяца стоимость аренды упала очень сильно, и стоимость недвижимости упала очень сильно в Киеве. А вот когда взрывы происходят в каком-нибудь Тель-Авиве или Хайфе, это уже практически никак не влияет на изменение стоимости жилья и аренды жилья. У тебя там отношения уже... Там взрывы постоянно происходят, в общем, скажем так, уже в течение там почти века, да, ну, меньшего века, да, три четверти века. Да, но суть в том, что... Стоимость жилья определена с условием этих вот этих обстоятельств. У нас вот бывает зима, и с условием, с учетом этого обстоятельства у нас и арендная плата, и, соответственно, все прочее учитывают, то наш вот такой тяжеленький климат. А там это климат взрыва. Суть в том, что в Израиле люди уже, ну, владельцы капитала не верят в то, что данное обстоятельство что-то поменяет. они знают, что это не временное обстоятельство постоянное, это уже учтено. Ну, главное, что они знают, они знают, что Израиль в любом случае выстоит, в любом случае. И эти риски, связанные с военными действиями, они уже сводят действительно на нет, это правда. Ну, да. Ну, да. Может быть, и так. Да, это постоянно. И это будет продолжаться. Да, они знают, что это дело. Ну, есть разные способы, конечно, это закончить. В смысле? Закончить взрывы в Тель-Авиве или что? Да, да, да. Вот я, я слышал такое мнение, что на территориях подконтрольных Израилю говорят о том, что мы с Палестиной должны заключить конфедеративный союз. Но есть единственный фактор, который нам мешает, это Хамас. А на территориях Палестины говорят о том, что мы бы не против заключить с Израилем конфедеративный союз, но единственная причина, которая нам мешает, Хамас. есть, скажем так, некоторые проблемы. А Хамас, это, по-моему, швейцкая организация, да? Ну, это радикалы, которые финансируют Иран, да? Эти ребята, да? А вот сам Хамас финансирует Иран, а людей, которые, скажем так, опосредованно связаны с Хамас, их финансирует вообще-то ООН. Ну, то есть, там есть в этой, в этих секторе газы, и где там еще огромное количество людей, которые получают субсидии, как беженцы. От ООН, да, понятно, понятно. И это, на самом деле, фактически как вам сказать, это является агломерацией, из которой черпаются боевики Хамаса. Если бы не ООН, то, глядишься, все было бы нормально. Ну, во-первых, не существовало бы несколько поколений беженцев, это вообще феноменальное явление, когда у вас поколениями беженцы растут. Беженец, может быть, только в одном поколении, а втором поколении это уже коренной жизни. Ну, это такое название, применительное к людям, которых согнали с земли, где они жили, в которой земля сейчас отошла государство Израиля, а их оттуда, им оттуда пришлось покинуть. Они ушли оттуда в период, когда там велись активные боевые действия, а потом их обратно не пустили. Зачем уходили? Зачем не дали себя убить? И все, вот там такая ситуация у них, на самом деле. У них, у этих вот жителей Палестины, у арабов, у них есть такой день, день земли. Это тот день, когда у них отняли эту землю, которую они когда-то претендовали, принадлежала им, да? Ну, это такая вот штука есть. Но другим наука, да? Там ведь люди пришли туда вернуть свою землю, которой они владели там почти полторы тысячи лет назад, даже больше, чем полутора тысячи лет назад. Ну вот, тут даже делаются выводы некие. Вот, до монгольского нашествия вот наши князья, которые когда-то были над нами, да, они владели землями туда почти до Черного моря. А потом утратили эти земли. Вот, их заселили другие люди, нас там не было, их заселили. Ну вот, а не вернуть ли нам их пойти, а? А их согнать, и пусть отмечают там день земли где-нибудь там в Польше, в Венгрии или в Испании, да, на сборе этих самых помидоров. Ну, такая вот логика, да, получается, ужасная, да, понимаете, тут все есть. Одно время как-то вспомнили, что, оказывается, в Пруссии жило племя какое-то пруссов, то ли они балты были, то ли славяне, а чуть там немцы живут, а давай-ка там отдадим России эту территорию. Вот так эту территорию разделили между Польшей и Россией, да, Калининградской областью у нас называется, а раньше это назывался Кенигсбергской область, область Кенигсберга, города Кенигсберга. Ну, вот тоже вот это все, такие вещи очень интересные на Белом Свете происходят, так что можно налететь на такой гвоздь наступить, что потом одной прививкой столбняка не обойдешься. Ну, строго говоря, до британского мандата эти земли принадлежали Османской империи, и в Османской империи не было частной собственности на землю для вот этих людей. Земли принадлежали, ну, там была почти феодальная система, там земля принадлежала этому халифу, потом его этим товарищам, и вот эти все жители, они просто ее арендовали, в том числе евреи. Ну, взрывы там звучали и до появления государства Израиля, там знаменитый взрыв отеля царь Давид, он был тогда еще, когда евреи боролись за Палестину, за права свои в Палестине, хотим, говорит, жить в Палестине, взорвем-ка мы отель царь Давид, там же была резиденция британской контрразведки, вот они его и взорвали, царь Давид, с ними боролись, ловили их эти британцы, и наши евреи писали заявление, отправьте нас бороться с британским империалистом, я герой Советского Союза, проливал кровь на Курской дуге, пойду биться с британскими империалистами в Палестине, вот, такие дела. Так спросил бы отправить его сразу в Британию, бороться с британцами. Ну, там-то платформа нет такой, как он приедет, сразу арестуют, а тут все-таки не сразу арестуют. Ну, и что, будет вести другие формы протеста, например, другие формы борьбы будут вести, да, ну, понятно, конечно. Ну, да, ну, да, ну, да. Не будет есть котлеты, я не знаю, в тюреме, в тюремной. Овсянку не будет есть, там, овсянку, откажется от овсянки шотландской. Да. Но, честно говоря, в Израиле до сих пор нет частной собственности на землю, поэтому, получается, что землю ничью не отняли ни у кого, и она так ничей не осталась. Ну, да. Земля ничья, и отняли ни у кого, да. Хорошо. Но людей не пускают туда, на ничьей земле все-таки там люди жили, а сейчас не живут на ничьей земле. В том-то и дело, что... А в Израиле, значит, нет права собственности на землю, но право собственности на недвижимость у них есть, на дома-то. Конечно, конечно. И если бы не было ни на недвижимость, она просто в Израиле не возникала бы. Да, это я вспоминаю фильм, который очень, так сказать, Тарантино понравился, плохие ребята. Вот, там действие происходит в Израиле, и главный герой покупает домик с хорошим глухим подвалом, из которого не слышны криков. С этого начинается этот фильм про плохих ребят. Ну, в любом случае, мне кажется, что единственный способ для того, чтобы закончить этот конфликт, это прийти к некому конфедеративному состоянию, и тогда вот эти палестинцы, они смогут, ну, если там, грубо говоря, есть демократия, то их радикальные элементы быстро проиграют в открытой борьбе всем остальным клубам. Ну, я боюсь, что это очень сложно. Это на века, это на века, это на века, это замороженная ненависть на поколение. Очень сложно. Выбирают, выбирают такой путь, который перекладывает проблемы потомкам. Вот и все. Потомки разберутся. Вот мы живем в местах, где раньше жили медведи. Если бы их в свое время не истребили, то дружно мы с ними бы не жили здесь все равно. Вот раньше это был медвежий край такой, медведи, страшные животные, которые могут раскатать по бремушку любой дом. Вот. Еще во времена Ивана Васильевича Грозного здесь была охота на медведей, а сейчас нет. А вы не знакомы с таким трудом, который называется «Как приручить лисицу»? Ну, это биологический труд, да? Да, да, да. Я слышал про него, но не читал, конечно. Там про работу одного известного биолога. Да. Он второй по известности после Вавилова в Советском Союзе был. И он хотел доказать одну теорию, связанную со спящими генами. То есть, там гены только-только открыли, и они наложились хорошо на ту теорию, которая говорит о том, что у нас не просто происходит генетический отбор, а уже у нас есть некоторые гены, в частности, уже вот. Экспрессия генов это называется. Да, и то, что они активируются в зависимости от изменений гормонов, гормональных фонов, и мы можем добиться... От условий, в зависимости от изменения условий внешнего. Да, и мы можем этих результатов добиться гораздо раньше, чем нам кажется. И, чтобы доказать эту теорию, он открыл питомник где-то там за Уралом, в каком-то научном городе, как он называл, Новосибирск, наверное, да, там же научные эти все дела. Там мы открыли вот этот большой первый питомник по лисам, и там действительно за несколько поколений вывели домашних лист, которые начали вести себя как собаки, например, вилять хвостом, что свойственно только собакам, ну и так далее, и так далее. Ну, он доказал теорию, гипотезу, в общем-то. Смысл идеи в том, что на самом деле мне кажется, что если медведи живи рядом с людьми, то в итоге, наверное, к чему-то подобному это и привело бы. Ну, интересно. Эту тему, кстати, обсуждали, да, маленькое замечание, кстати, насчет экспрессии генов, она и на людях хорошо заметна, вот есть у нас люди, которые, ну, русские отсюда, из северов переехали, скажем, жить в Среднюю Азию, но потом возвращались сюда, и видно, что их дети, ну, в общем-то говоря, они больше на узбеках похожи, чем на русских, у них, так сказать, некие появлялись, ну, как биологическое приспособление к местному климату, да, понимаете меня, да, там другой климат, чем у нас. Ну, так вот, так вот, значит, один товарищ комментирует этих лис, он говорит, как, вот они отобрали их лис, самых таких послушных, самых хороших, самых восприимчивых, а у нас то же самое и тут произошло целых 30 лет, пока у нас тут, мы с Западом дружили, у нас тут отобрались люди, которые к Западу хорошо относятся, и надо, что, надо чистить, убрать этих людей, что к Западу хорошо относятся, и уж тогда-то мы заживем, будем брехать, лаять, как положено настоящим, вот, дикарям, или кому-то, ну, я считаю, да, у нас это в природе, ну, как говорила матушка-императрица, да, что, говорит, если страна прекращает расти, это как организм, значит, это умирать начинает, до Корнуола, крайняя битва с еврофашистами на Корнуоле, вот, не доживу уже, наверное, до крайней битвы-то, на Корнуоле-то, да, а раньше-то это был, план-то был очень хороший, не слушался нас, товарищи, партийные, ну, смотрели все на восток, там, говорит, Китай, что-то мы на Корнуоле, а они тут на Московской области, пошли на Корнуоле. Вот этот ученый, я, к сожалению, его фамилию забыл, он, по-моему, возил вот этих лис домашних на какую-то западную конференцию, там это была просто сенсация, просто сенсация. Да, да я еще помню, в старое советское время на эту тему был фильм, да, документальный, вот там они, лисы такие, хвост, как у собаки, крючком у них уже стал, и, кстати, попытались также поселить в лесах обезьян, чтобы они тут в лесах, где зима, где север, жили обезьяны, вот, решили еще, и говорят, замечательно, вот обезьян, да, ну люди-то живут в Африке, почему обезьяны не могут жить на севере? Нормально все будет, будут жить. Я думаю, что обезьяны бы добровольно просто переселились бы в Хрущевки. В Хрущевки переехали бы, ну, наверное, а люди в Африку, а эти в Хрущевке. Да, здорово было. Я хотел сказать, а, вот вы говорите, что смотрели документальный фильм, а вот в книге есть то, чего нет в этом фильме, это то, что там в книге описывается борьба с Тусенко, который, в общем-то, ввел вот этот биолог, генетик. Там очень много интересных таких эпизодов, как-то было тяжело, сложно вначале, потом все. Там был директор этого института в Новосибирске, которого в ходе борьбы с Лысенко сняли и вот этого главного генетика его посадили управлять институтом и помахали бальчиком, чтобы, скажем так, поменьше, поменьше говорил лишнего, в общем. А тот был Лысенко ведь директор, да, для него? Нет-нет-нет, он тоже был нормальный генетик, просто в ходе борьбы его сняли. Но слишком много наговорил, наговорил себе на статью, как раньше говорили. Ну, там, скажем так, был наезд Лысенко и его сторонников на этот институт, и поскольку был на этот наезд, решили кого-то наказать, и вот сняли этого директора. Ну, там вообще интересная история, там почитать это надо, как-то все происходило, как-то было тяжело, на самом деле. Обязательно почитайте. Там, под Новосибирском, этот питомник с лисами, он вообще изначально был для разведения для шкур, ну, шкур, кушнина, да, на кушнина. Кушнина, да. Вот оттуда отобрали. Ну что, все тогда на сегодня. Сейчас он существует, тот питомник с этими добродушными лисами-то, нет? Я думаю, что да, это надо проверить, потому что вряд ли его просто так закроют, это же прям уникальное место. Ну, мало ли. У нас всякие чудеса бывают. Не знаете. Страна чудес, страна, устремленная в будущее. Там изначально питомник был на базе основного пушнины предпитомника, потом его перевезли уже ближе к институту. Построили. Там они как бы, там много таких интересных эпизодов было, например, как пишет этот генетик, как построили общежития в Новосибирске, которые должны были передать радиоэлектроникам. Ну, там бюрократическая битва была за общежитие. В итоге, ну, корпус какой-то вроде бы. В итоге, для того, чтобы эти препоны скажем так, решить по-быстрому. Уже вот тогда, когда строители выходили с этого здания, он сказал, позвонил всем, сказал, срочно собирать вещи всем с вещами туда, просто будем физически захватывать это здание. А потом, когда пришли эти радиоэлектроники, скандал был, крики, но уже ничего не сделали. Да, были, да, были такие способы у нас иногда в индивидуальном порядке. Короче, рекомендую почитать, классная книжка на самом деле. Кто автор-то? Ну, не помню, по-моему, по-моему, автор какая-то это его коллега. Ну, ладно, надо, почитаем, тогда найдем какого-то автора. по-моему, что там. Спасибо. 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 Что, схема какая? Добавление? Спрашивание. Вот, то есть, ничего не хотите добавить, да? Ну, мы сегодня обильно побеседовали. Да, хорошо поговорили. Ну что, спасибо публике, родной, за то, что нас смотрите. Вот, очень ценный у меня персонаж, фен-автор моего канала. Я так говорю, автор моего канала. Вот, ну вот, интересный рассказ. Многие зрители очень вас любят. На вас ходят, да? Вот, как есть в кино идут, точно, какого-нибудь исполнителя главной роли, а тут вот на вас ходят смотреть. Спасибо вам. Ну, а публика, не забывайте мой канал, подписывайтесь, помогайте финансово. Внизу есть реквизиты. Ну, помашем им. Помашем чем-нибудь, конечности. Счастливо всем. Спасибо тоже всем. Да, ну, всех благ.